Юность 1859-1861 года Отъезд на работу К 1859 году мечты мои о Петербурге становились все неотступнее, только бы добраться и увидеть Академию художеств. Мне достали новый устав Академии, и я принялся готовиться по нему. Только бы заработать денег на дорогу и ехать, 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 хотя бы сначала до Москвы. Мне было 15 лет, и тогда уже так же везло, как и впоследствии. Я всегда был скоро отличаем, и моя благодетельная судьба не скупилась одаривать славой мои труды в искусстве. Часто мне даже совестно становилось за незаслуженность моего счастья. Еще когда мальчикам лет 12-13 я копировал на железе икону Александра Невского у своего учителя-живописца Бунакова, к нему приехал однажды некий академик Ленник из Полтавы с целью пригласить кого-нибудь из чугуевских живописцев для своих иконостасных работ. Вошедший в нашу мастерскую, где работало два мастера, хозяин и я, немец Ленник остановился за моей спиною и стал безудержу выражать свое восхищение по поводу того, как у меня ходит в руке кисть. Я как раз раскладывал серыми тонами по глобусу. «Ах, какой хороший малчик! Смотрите, как у него кисть работает! Ай-ай, отдайте мне этого малчика! Я вас очень-очень прошу!» И сейчас же обратился ко мне и стал уговаривать отпроситься у родителей и ехать с ним в Полтаву. «Я вас не оставит! Я вас в академию поместит! Ваш не будет проиграль! Выиграль будет!» Бунаков отказался ехать к нему. Он был и в чугуеве завален работой. Эта откровенная и громкая похвала немца неприятно настроила присутствующих в мастерской. И все с нескрываемым недоброжелательством косились в мою сторону. К этому располагало всех также мое особое положение. Родители условились с мастером, чтобы я как ученик был избавлен от всех житейских, не относящихся к специальности домашних дел. В этом хозяева видели поблажку, баловство, барство и не ждали от меня доброго. В паничивиш лезет, ворчали не без злобы и с иронией, прошедшие правильный курс побегушек и колотушек. Даже Наталья Михайловна, жена Бунакова, решительно образумливала меня от опасности, куда я, расхваленный пройдохой немцем, по ее мнению, лез, очертя голову. «Завезет тебя за три-девять земель и заставит чистить себе сапоги. Вот тебе и вся твоя академия будет». После я недоумевал, как это я не воспользовался таким хорошим случаем несомненного счастья. И все же тогда, пятнадцати лет, я отошел скоро от мастера, так как не был отдан в кабалу на года, а учился за плату. «Я скоро в Чугуеве сделался самостоятельным мастером. И случалось, что за мною приезжали подрядчики за сто-двести верст и звали на работу в отъезд. Проспись церквей и иконостасные образа были в большом ходу тогда в украинской округе. Хотя платили дешево, а подрядчики часто прогорали, потому что их было слишком много. Чугуев давно уже славился своими мастерами. И хозяева работ нанимали здесь живописцев, позолотчиков, резчиков и столяров. Все эти мастера были побочные дети казенного делового двора, учрежденного Аракчеевщиной в украинском военном поселении. Все были его выученики. В Осиновке у нас великолепно расписана церковь огромными картинами. Все это копии с фресок Исаакиевского собора, исполненные очень талантливыми местными живописцами. Триказов, Крайненко, Шаманов и особенно молодой Персанов были знаменитые живописцы. И картины их работ до сих пор заставляют меня удивляться, как свежа, жизненно и светла даже и по сейчас остается эта незаурядная живопись. «У нас есть что посмотреть». И маменька не раз журила меня. «Ну что это за срам? Я со стыда сгорела в церкви. Все люди как люди, стоят, молятся, а ты как дурак, разинул рот. Поворачиваешься даже к иконостасу задом и все зеваешь по стенам на большие картины». Маменька очень хорошо понимала живопись, а службу церковную знала так, что дьячок Лука совсем опешил и замолчал, когда раз стал спорить с нею о какой-то Евхаристии. Не помню теперь, давно это было. Возвращаюсь к своей повести. 1861 год. Август. Я только что закончил начатую учеником Шаманова Кричевским большую картину во всю стену Малиновской церкви «Пять верст от Чугуева. Христос на Голгофе». Копию с гравюры картины Штейбана и был свободен, отдыхая дома. Вечером ко мне в торопях зашел позолотчик Демьян Иванович Кузовкин. Он только что уговорился с приезжим подрядчиком Никулиным из Каменки, Воронежской губернии. Поступал к нему в отъезд, и Дмитрий Васильевич Никулин очень просил его предложить мне ехать к нему на работу на всю зиму. Сначала в Купянский уезд, при стен, а по окончании там небольшой работки дальше, на другие работы, в Каменку на всю зиму. Жалование огромное, 25 рублей в месяц. Мы сейчас же пошли к Никулину. Было недалеко, по дороге Демьян сказал, что ехать надо сегодня же, выезжать в ночь. Теперь не то, что тогда к Леннику. Я ничего уже не боялся. Едем. Дома я ничего не сказал маменьке, чтобы ее не беспокоить. Скоро мы вошли в комнату, где были гости, выпивка, закуска. Валялся чехол от скрипки, смычок, но прежде всего бросался в глаза стол, беспорядочно уставленный питьями и яствами. Никулин положил скрипку и сразу обдал нас своей артистической властью. Он был силен, красив, брюнет с большими серыми глазами и густыми малороссийскими усами. Волосатая рука его была тверда, глаза с поволокой выдавали его любовь к жизни. А в голосе уже чувствовался беззаботный, ласковый деспот над артелями мастеровых. Когда его певучая скрипка слилась с его баритоном, наши сердечные струны затрепетали, поглощенные его музыкальным чувством, мы быстро растрогались до слез и готовы были ехать с ним хоть на край света. Захваченные врасплох и выпившие тут же с добрыми пожеланиями очаровательному хозяину, мы совсем потеряли головы и только в двенадцать часов ночи стали думать о сборах в дальнюю дорогу. Когда мы вышли, Демьян до театральности переигрывал, восхищаясь Никулиным. Ему хотелось казаться тонким знатоком, артистом, благородным по языку и чувствам. «Пойдемте», взяв меня под руку, упрашивал он, «ко меня» вместо «ко мне». Я отказался за поздним часом, и советовал и ему торопиться укладываться. «Да меня что?» Я весь тут, хотя гуди. Вместо «хоч куды», как повторяли все мастеровые модное словцо, Демьян говорил «хотя гуди». Каждое слово он переиначивал по-благородному. «Да, Илья Ефимыч, хотя гуди, едем, катим. Вот душа человек, Дмитрий Васильевич. С ним и вагоне в воду», пищал он звонко уже по улице, пока мы шли вместе. «Как скучно с ним!» И меня одолевает тоска по родному дому. Трудно мне расставаться с домом и с братом. Но я остался тверд и непреклонен, хотя очень любил свою маменьку. И мне мерещились теперь слезы, блестевшие на ее щеках. После смерти сестры Усти она была единственным моим другом. Когда мы жили еще в Осиновке, часто в большие праздники мы ходили с маменькой в кочеток, верст за семь от Осиновки. Чтобы поспеть к обедне, надо было выйти из дому с восходом солнца. Когда мы, поднявшись, проходили через весь город и солнце начинало уже припекать, мы с удовольствием входили в кленовый густой лес под кочетком и поспевали до начала благовеста. Дорогую маменька много рассказывала превосходных историй из жития святых. Она знала очень много хороших поучений святых отцов. Дорога эта была очень интересна, а дошедшие в многолюдном сборище я боялся, чтобы не потеряться от маменьки в большой толпе деревенских мужиков и баб. Как они толкаются и не боятся никакой гущи. Например, церковь набита и на самой паперти, и на ступеньках, и на всех площадках сбито все плотно. Но вот идет деревенская баба с восковой желтой свечкой и домашней отливки, засунутой в головной платок. Сейчас же с первых шагов она обращается в некое подобие тарана. Становится правым локтем к толпе, приседает несколько, и, поддев снизу вперед локтем, с неимоверной силой врезается в толпу. После первого ее толчка оглянувшиеся недовольно прут, поневоле валясь на соседей. Но не успели они оправиться, как таран баба снизу уже опять саданула грубой силой гущу, продвинулась, опять присела и, не теряя инерции, пробивает себе расступающуюся от ее напора толпу молящихся, провожающих ее злыми взглядами. А баба уже пробилась вперед и у иконостаса ставит сама свою свечку Божией Матери и блаженство сияет на ее красном лице. Я же держусь за полушелковый шушун маменьки и боюсь потеряться в этой душной и жесткой толпе. Я очень любил свою маменьку. Мы спали вместе на ее большой постели под огромным пологом. Этот полог мне очень нравился. По нему шел красками снизу доверху зеленый плющ, как живой вился, до самого потолка. Прежде я спал на диванчике, раз мне представилось, а вдруг моя маменька умрет. И я тогда стал стонать сквозь сон и не мог уснуть на диванчике. У меня сделался даже лихорадочный бред. Она взяла меня к себе, и я уже не хотел больше на диван. С ней было так спокойно. После длинной службы в церкви явленную икону несли на колодец. По тенистому лесу толпа рассыпалась и так красиво пятнами освещалась в густом орешнике. Мальчишки звонко хлопали ладонями по кленовым листьям. Маменька тоже начала хлопать ими. На обратном пути я все учился, но у меня не выходило. Было уже очень жарко, когда мы возвращались домой. Когда мы доходили до крепицы, садились отдыхать. Маменька развертывала чистый платочек, доставала свежую просвиру за здравие, отламывала от нее по кусочку, и мы ели, запивая ключевой водой. Какая водица, холодная и чистая. Пристен В пристене, как жертву на церковь, нас взял гостями к себе церковный староста, пан-отец, как его называли и в семье, и на селе. Высокого роста, семидесятилетний пан-отец служил образцом самоуважения и порядочности. Худощавый, спокойный старик держал в строгом повиновении всю свою огромную семью. Истинная доброта патриарха украшала его и влекла к нему. Обедал он особо в чистой светлице, в святом углу, под большими живописными образами на холстах, за чистым столом, покрытым домотканным ридном. Только нас троих, как гостей или занятых Божьим делом, он пригласил обедать с собою. А вся многочисленная семья с работниками обедала на кухонной половине, с большой печью, палатями, боковыми клетями и всякими подпечками для кур-ягнят. Сыновья пан-отца, двадюжих чумака, только что вернулись из Крыма, куда они ходили поешь, за солью. Возы их еще не раскупоренные, стояли на дворе, запакованные накрепко промасленной парусиной и увязанные рогожами, они не боялись дождей. Жены сыновей пан-отца, высокие стройные женщины, были изумительно по-южному красивы. Замечательно, что в таком отдаленном захолустье народ был как на подбор рослый и красивый. При этом все держались умно и с большим достоинством, не один пан-отец, как мне вначале показалось. И с сыновьями можно было с большим интересом о многом беседовать. Народ бывалый. Оглядев нас зорким оком патриарха, пан-отец спросил, кто из нас живописец. И был озадачен, когда товарищи указали на меня. Оце и хлопец, а як по-нашему, так ще мала детина. Як и довги волося, як девчинка. Ану седай, седай же пшамине. И в жамине спаса змалюеш, а заце ви ходить на ми баштан и берит соби еще хочете. Там ще богато и кавунов, и динь, и горбузи доспевают. Цев же на синя, на семечки. Страву, кушанье свою, бабы готовили превосходно. И мы объедались и пампушками, и варениками с дивной сметаной. Конечно, все было свое. А какие борщи, кныши. В светлице пан-отца много раскрашенных литографий висело под стеклами. А лубочные веселых сюжетов листы были прилеплены к белым стенам просто мякишем хлеба. Огромная печь по белому мелу была с красивой смелостью расписана своими бабьями и девочими руками. Лыковые щетки разных форм и величин, напитанные разными красками, делали чудеса самобытного творчества. За большими образами стояли уже засохшие большие букеты цветов, весь потолок и стены до половины были ловко унизаны душистыми сухими травами. Большие желтые квитки, чебрец, любисток наполняли всю комнату каким-то особо благочестивым ароматом. Вся роспись возобновлялась к Пасхе, а цветы к Троице. Однако, надо правду сказать, в юном возрасте этнографическими интересами долго не проживешь, и через неделю я уже скучал нестерпимо в этой глуши. Особенно по воскресеньям меня ела тоска, когда я вспоминал о Чугуеве и переносился в наш осиновский кружок. Там у меня осталось совсем другое общество. Этой артели, вообще мастеровых, я не только чуждался, но даже бежал от них. Трезвые они были молчаливы и даже услужливы, но чуть подвыпьют, сейчас же начинают друг друга шкилевать, то есть придираться и язвить. Вот, например, Кузовкин, ведь он мальчика Петрушку, ученика по позолотному делу, заедал своими циническими до отвращения насмешками. Павла он боялся, потому что тот был силен и глуп, долго молчал, а потом озверев подносил свой грязный кулачища так близко к носу демки, что Демьян старался поскорее замять свою выходку и исчезнуть по добру, по здорову. Маленький, желчный, он ходил на цыпочках и говорил тихонько о своем благородном происхождении. Моя матушка была Туркеня, я не жаден на кушанье, мне бы немножко до хорошенького. Я очень храбрился, но через неделю уже скучал нестерпимо, скучал удаленной от своей среды, которая, когда я восстановляю ее в памяти, теперь была довольно высока и очень интересна. Особенно в воскресенье, куда здесь в пристене пойдешь, с кем душу отвести. Маленького роста, желчный и желтый, как китаец, Демьян был сентиментален, но совершенно необразован и неинтересен. А Павел, позолотчик, совсем безграмотен и глуп. Я взбирался на высшие точки гор пристена и оттуда любовался на реку Оскол и на все заливные луга, уходившие далеко-далеко. И тут-то меня разбирали опять и опять мечты о Петербурге. Хотелось даже плакать от тоски. Да полно! Есть ли он на свете, этот Петербург? Может быть, это все одни россказни? Кончал я свои горькие думы и переносился домой. В Чугуеве, то есть в нашей Осиновке, я теперь пошел бы над Донцом с тростью на руке к Бочаровым. Там теперь так весело. В огромном фруктовом саду, пока жарко, в тенистой беседке, под Калинами, собрались уже двоюродные сестры, их подруги, двоюродный брат мой и Ваня Бочаров. Он не только был лучший и неутомимейший танцор, он сочинял стихи, всегда что-нибудь новое доставал для прочтения, и какой он был веселый, остроумный. В него все барышни были влюблены, черные кудри велись и красиво обрамляли его лоб. У него уже начинали пробиваться усики. Он на три года был старше меня. Все больше пребывало барышень, знакомых наших и кавалеров. Качались на качелях, но как только спадала жара, мы становились в пары и танцевали без конца. Площадка для танцев стала ровной, как паркет. Подошвы ботинок от травы были зеленые и блестели, как покрытые лаком. Становилось жарко, мы сбрасывали сюртучки и без удержу выделывали разные па в пятой фигуре кадрили. «Трофим идет! Трофим, Трофим!» кричали сестры. «Трофима очень любили». Он был старше Ивани на два года и превосходно рассказывал бесконечные сказки. У него был огромный лоб и насмешливо улыбавшиеся глаза. Добрейший малый этот отличался феноменальной силой. «Трофим Чеплыгин» был портной в мастерской моего крестного Касьянова. К ним в мастерскую для военных по необходимости заходили денщики и солдаты за вещами для офицеров. Вот откуда наш Трофим набирался всевозможных рассказов. Лихие были сказочники. Теплая темная ночь прекращала наши танцы. Усталые мы ложились на траве поближе к Трофиму и почти всю ночь напролет слушали бесконечные романы солдатской муки. «Не могу больше, спать хочется», заявляет наконец Трофим. «Ах, да ты чего-нибудь съешь, говорят сестры, или выпей чаю, хотя и холодного». Идут в дом, найдут кусок пирога или яйцо вареное, или груши, компот. Трофим покорно закусывает и, несколько отдохнув, продолжает историю. «Стой, стой, ты перескочил», поправляют сестры. Они хорошо знали его сказки и особенно любили все его рассказы про царя Самосуда. Наконец, Трофим замаливается, плетет уже какую-то бессвязность и так коверкает слова, не договаривает, что нет никакой возможности понять его. «Некоторые уже спят, и мы расходимся. Мы идем в большой сарай с сеном, и там превосходно устраиваемся на заранее припасенных подушках и одеялах. Особенно старая волчья шуба, крытая серым сукном, нас матерински обогревала, под ее объятиями спало всегда двое или трое. Но к веселому обществу Бочаровых я был привязан не всем сердцем. Оно ежеминутно уносилось в узкий переулок под горой. Там стоял симпатичный дом с садом. Сад этот больше всего мне памятен в пору цветения сирени. Сочные огромные букеты ее были расцвечены ярко-зелеными жуками. Эти жучки наполняли кусты особым своим запахом. Ах, с этим запахом неразрывно связалось представление обворожительного профиля моего предмета. Их было четыре сестры. И как досадно. Ни одного брата. А потому мне неловко было идти к девочкам Полежаевым. Я знал их еще с раннего детства. Когда семья эта переехала на жительство из Харькова в Чугуев, она поселилась в нашем доме до покупки своего. Еще был жив их отец. И вот более трех лет я не мог равнодушно видеть Нади, третьей сестры. Кровь бросалась мне в голову, я краснел, задыхался и более всего боялся того, что кто-нибудь заметит мою страсть к этой девочке. У них также бывали балы. Учителя наши, топографы из штаба, любили устраивать в складчину танцевальные вечера. Главное тут – оркестр бальной музыки Чугуевского уландского полка. Ему платили за ночь пять рублей, конечно, выпивка и закуска музыкантам была необходима. Бал длился до рассвета. И вот здесь я был несказанно счастлив, когда и маленькие устраивали свою кадриль, если была не полна зала. Я не смел просить танцевать со мной Надю, а старался быть визави ее паре. И вот блаженство, когда я мог коснуться ее руки или при передаче дам в пятой фигуре мог в объятиях с ней перекружиться. А сколько было страданий видеть ее говорящей с другим, ревность меня съедала. Но когда мне удавалось остаться с Надей наедине, язык мой немел, и я не мог произнести ни одного слова. Мне казалось, все смотрят с улыбочкой, указывая на нас, и я спешил уйти. И тогда только понимал, что это напрасно, что никому до меня никакого дела не было. Опять мучение. Надя весело болтала своим звонким голосом с другими кавалерами, даже с большими топографами, иногда и с офицерами. Какой очаровательный звук ее громкого, везде слышного голоса. А профиль ее личика, носик с горбочком и прическа, как у какой-то статуи, совершенно особенная. Я отворачивался и уходил, потому что меня обуревала страсть броситься к ее ногам. Вот был бы смех, общий, злой. В этих бесконечных мечтах меня заставали темные сумерки на горах пристена. Надо было идти спать на нашу квартиру. В потемках я едва нащупываю дорогу под гору. Три года назад на этой прекрасной дороге, по рассказам, прошел страшный ураган с ливнем. Ее всю перерезала оврагами, повымыла громадные камни, понесло их на остатки дороги, и теперь было трудно пробираться в потьмах. Но какая скука в обществе полуграмотных мастеровых ждет меня на квартире пан-отца. Вечное издевательство издевательство Демьяна над мальчиком Петрушкой. Какой цинизм! Странные люди эти мастеровые. Они больше частью добрые ребята, способные к большой преданности, скромные и тихие, но стоит им выпить, а как не пить в такой скуке? Как они звереют, лица их быстро меняются, они делаются злы, ядовиты и дерзки. Не удержимо развязывается их отвратительный язык уколов и виртуозной ругани. Не узнать маленького Демки, когда он подвыпьет. Он пристально вонзается своими маленькими черносливинками в дюжего глупого Павла и начинает ехидно колоть его остротами грязной мастеровщины. И не остановить его. Павел сначала отшучивался, но вдруг гаркнет отвратительное ругательство, поднимется, грохнет кулачищем по столу. Хорошо еще, что у нас смазанная глиняная заливка, пол, звук поглощается, а то ведь какой шум, дебош. Откровенно признаюсь, я жестоко страдал в этой среде. Это было впервые, что я жил в этой маленькой артели близко с ними. Никулин Стали поговаривать, что наш хозяин Никулин весь в долгах и что ему не расплатиться с нами. Мы все более и более подумывали отойти от него, как только получим расчет. Поджидали мы, что он скоро приедет, так как дело наше шло уже к концу, а церковный староста сказал Демьяну Кузовкину, что деньги все Никулиным уже забраны. Между нами уже вырастает потихоньку заговор. Демьян Кузовкин смело готовит нас. Смотрите, чур не отставать, за мною. Сейчас же, как только он Никулин через порог, я скажу, подавай нам расчет, сукин сын. Но вот приехал Никулин и что же. Демка, как самый подлейший раб, бросился к нему навстречу и даже поцеловал ему руку. Маленький, гаденький, с торчавшими черными вихрами, желтый, как охра, он был похож на дьяволенка, так безжалостно осмеянного во всех сказках и легендах. Никулин же был красив, сыновид, и даже Иудин поцелуй Демки принял как законное. Обед наш прошел весело. Никулин знал нравы мастеровых и умел их хорошо настраивать. Была и водочка за столом, в нашей скуке мы ждали и скрипку после обеда. Хотя после нескольких рюмок я заметил, что глаза Демьяна Ивановича зловеще блеснули на Никулина, но пока он подпевал тенорком знакомые украинские песни, и все шло мирно. О деньгах ни слова. Демьян, и как это мастеровые умеют делать, делал уже намеки Никулину. Едкие намеки. Бросал Никулину словечки не в бровь, а в глаз. Никулин не обращал на них ни малейшего внимания. Опять скрипка, пение до полуночи, и мы уже подумывали о спанье. Никулин мастился с нами на одном примосте, где мы спали трое. И вот, когда мы уже ложились, Кузовкин, как-то театрально, гордо подняв свою головенку, подступил к Никулину и сказал ему что-то неприлично едкое. «Демьян Иванович, вы забываетесь?» Возвысив свой бас и засучив свою волосатую полную руку, привстал Никулин, лежавший рядом со мной. Он был настороже, все чувствовал и не обманывался в нашем настроении. «Да что с тобой прихвостом тут время терять?» вдруг дерзко пропищал Кузовкин. «Деньги, подавай расчет, вот и конец!» и еще прибавил самое нецензурное ругательство. Никулин размахнулся засученной рукой, звонко хлестнула пощечина, и Демьян Кузовкин, так близко нализавший на Никулина, мгновенно превратился в маленький трупик. Голова его упала к грубе, небольшой печке с лежанкой. У этой печки всегда разводился огонек в тепле, так как спичек в деревне еще, кажется, не знали. Демьян покрылся взметнувшейся от его падения золой, и голова его была серая, как у мертвеца, а волосы от золы были седые. Черная кровь потекла у него изо рта и носа, лужа быстро впитывалась в золу, и мне показалось, что он убит насмерть. «Дмитрий Васильевич, что вы делаете? Вы человека убили!» крикнул я не своим голосом. Никулин нежно начал меня успокаивать. «Ах, вы не знаете этих ничтожеств! Поверьте, ничего ему не сделается! Павел, принеси воды! Надо ему спрыснуть голову и грудь! Ха-ха-ха! Вот герой!» Он слез с нар и ногой дотронулся до желтой груди Кузовкина, казавшегося куклой из желтого картона. Мне представилось, что Кузовкин уже не дышит и отдает Богу душу. Вдруг он, попираемый стопой хозяина, не открывая глаз, произносит театрально, нараспев своим тенорком в нос. «Если бы у меня был кинжал, я бы пронзил тебя, моя матушка Туркеня, мы, брат, непростые!» Никулин неудержимо расхохотался. И я обрадовался, что Кузовкин был жив и готов был смеяться. Принесли воды, его окатывали до лихорадочной дрожи, трагедия кончилась, понемногу мы опять улеглись. Никулин все извинялся передо мною и старался меня успокоить. Но я его стал очень бояться. И за компанию с Демьяновыми мои зубы стучали лихорадочно. Долго я не мог заснуть. Мне казалось, что Демьян ночью с ножом нападет на сонного Никулина, и наша трагедия осложнится новым кровавым зверством. Я все прислушивался после того, как Демка, залитый водою, в серой золе, так и остался в двух шагах от нас, у печки грубки, на всю ночь. Но он тихо сопел носом, уткнувшись в лужицу на серой золе. Проснулся я позже обыкновенного. Глянул прежде всего на страшную золу. У грубки не было серо-желтого трупа. И что же, не сон ли? Демьян Иванович в следующей комнате, нашей мастерской, уже работал тихо и усердно. Полировал зубком большую золоченую раму. Павел с другой стороны также старательно поспешал не отстать от товарища. Эта рама была единственная вещь, незаконченная нашей артелью в пристене. Я не мог понять. Верно было объяснение, они помирились, и Кузовкин работает так, утешенный милостями своего хозяина. Но Никулин еще спал, следовательно, ничего не было. Я пришел в панический ужас, когда подошел к Кузовкину. Половину лица и челюсть он перевязал платком. И от этой белой перевязки оно было еще чернее, но главный ужас, оно было почти все залито огромным синяком, а левая щека вздулась и закрыла глаз. Взглянув украдкой своим маленьким глазком из-под повязки и заметив мой ужас, он сказал, «Ночью у меня так разболелся зуб, даже голова болит, и щека распухла, даже видеть трудно». Никулин только что проснулся, весело отфыркался, умываясь, и как ни в чем не бывало, заварил чай и пригласил нас. «Что? Кучер готовит лошадей?» спросил он Павла. «Вы, Илья Ефимыч, едете сейчас со мной в каменку, а за ними я пришлю лошадей дня через два. Надеюсь, рама эта будет кончена», повел он влево, где сидел Кузовкин, который был лучший позолотчик. «Кхем-кхем!» «Так, так-то это будет готово, Дмитрий Васильевич!» едва слышно, но весело, с тихой покорностью лепетал Демьян. «Ни слова о расчете, о деньгах, как будто ничего не было». «Теперь я оставляю вам по 10 рублей, так как еще не получен окончательно расчет здесь от старосты, подвода заберет вместе с вами весь инструмент и кое-что еще натуры от мужиков, что они не доделали». Ответом было молчаливое согласие. «Как все, и мы чувствовали непреоборимую власть над нами этого человека. Ко мне он был особенно внимателен и ласков. По меловому кряжу над осколом мы ехали весь день, и луга с бесконечными далями блестели разными изгибами реки, трепетавшей под солнцем. На каждой горке я с удовольствием соскакивал с нашей брички с кибиткой. Мне было так привольно дышать. Никулин все время наводил разговор на серьезные предметы, и я удивлялся, даже верить не хотел, что вчера он так бессовестно избил тщедушного позолотчика. Страшно в этой среде. Я начинаю раздумывать как-нибудь отойти, уйти домой. А как это он меня всегда отличает от других? Вообще все в этом краю меня как-то особенно уважают и отделяют от первых мастеровых. Вот после осмотра наших работ, когда в церкви все было кончено к храмовому празднику, отец Алексей позвал нас к обеду. На торжество приехал его сын, студент из Харьковской семинарии. Студент отвел меня в сторону и стал втихомолку расспрашивать, откуда я, кто мои родители. Ни за что верить не хотел, что я военный поселянин. Это меня даже удивило. Что же вы находите во мне? Какую разницу от товарищей? Полноте. Они вам не товарищи. У вас осанка, манеры. Сейчас видно, что вы другого круга. И мы стали говорить о литературе. Читал я много и уже давно, когда еще сестра Усти училась в пансионе Лиманских, у них была библиотека, где мы брали книги. Усти читала вслух, и мы зачитывались романами Вальтер Скотта, переписку Ивана Грозного с Курбским и многими другими книгами. У Бочаровых также процветало чтение, хотя Иван Бочаров любил более всего сказки. Когда Аустья умерла, то офицеры Чугуевского полка давали мне книги из полковой библиотеки, особенно Жуковского, Пушкина, Лермонтова и других. Я так обрадовался студенту, так дружески со мной поговорившему, я огорел от восхищения. Это поймет только человек, так проголодавшийся без духовной пищи. Какая безнадежная скука начинает одолевать человека, надолго погрязшего в милую простоту, в грубую некультурность. Ни одной мысли, ни одного интересного слова обыденщина животной жизни. Я опять стал вспоминать маменьку, как я грубо расстался с нею. Положим, я никогда не любил ласк, это правда, всякие нежности меня подмывали даже на грубость, но все же так нарочито, быстро огорчить ее я не предполагал. Часто и подолгу я мысленно жил прежней жизнью, возвращаясь домой. В уединении я пел романс, на Булат опершись браной, рыцарь в горести стоял, и в другой стране безвестной мнил прославить я себя. А между тем мы все еще едем с Никулиным, уже вторые сутки, по меловому кряжу возвышенностей над осколом рекой. Подолгу и очень умно он останавливается на рассказах о своей жизни, говорит о жизни и нравах мастеровых. Это было очень интересно, и я забывал тогда даже о Чугуеве. Однако он так любил заезжать по дороге к своим многочисленным знакомым, что трудно было заставить его ехать дальше. Обыкновенно у всех, и у добрых хуторян, и у зажиточных паромщиков, и у мукомолов, ведущих большую торговлю мукой и зерном, выставлялась на стол горилка, вытаскивались кныши, жарилась яичница с салом и рождественскими колбасами. Приносились из погребов соленые арбузы, жарились осетры в сметане, в стовах скрывалось большое богатство и налимов, и сазанов, и пир со скрипкой и пением затягивался до поздней ночи. С вечера решали выехать на заре, но иногда какой-нибудь дельце, приход какого-нибудь нужного человека, и наш отъезд опять откладывался и откладывался. Я уже хорошо изучил весь репертуар никулинских музыкальных пьес и очень скучал без дела. Однако невозможно было не увлечься его игрой на скрипке и особенно его глубоким чувством в песнях, этой незаменимой прелестью его голоса. Каменка Лунной ночью мы въехали в Каменку, и тех картин меловых мазанок, ворот и дворов, так сказочной внезапно обдавших меня поэзией Украины, наутро я уже не нашел. Днем все показалось просто и прозаично. Может быть, это показалось после того, как нас встретила истинная поэзия в лице жены Никулина, молодой, высокой, красивой женщины Екатерины Васильевны. Бросилось в глаза истрадавшееся, выразительное лицо этой недюжинной и высокой интеллигентной натуры. Видно было, что она обожала своего мужа-артиста и часто подолгу томилась в одиночестве. Утром мне предложили занять для мастерской весь пустой дом, стоявший недалеко от общего жилья. Дом этот бросили с тех пор, как на палатах появился гроб для старой бабушки. Старая-престарая старушка, совершенно высохшая темно-коричневая мумия, была уже позабыта всей родней. Никто не знал, сколько ей лет, считали далеко заста. Она пережила всех. После того случая, лет пятнадцать тому назад, когда она действительно умирала, и ее уже пособоровали, приготовили и даже положили в гроб, так как всем показалось, что она кончалась в последней агонии, старушка оправилась, вылезла из гроба и пошла на свою любимую печку, где пребывает и сейчас, покидая печку только для солнечных лучей, когда она влезает на груду хвороста против солнца и сидит, восторженно глядя в пространство и что-то весело бормоча. Она давно уже была слепа. Я только однажды услыхал ее тонкий, почти детский голосок. «Девчаточки, девчаточки, идите до меня! У меня подушок богатско-богатско!» и расхохоталась. Екатерина Васильевна сказала мне, что бабушкин гроб можно или вынести куда-нибудь на горище, чердак, или загородить, чтобы его не видно было, так как из-за него дом бросили и нет ни одного смельчака, соглашающегося там жить. Разумеется, только днем я буду там работать, пока еще тепло, а спать я могу в комнате ее свекра, живущего на покое и не вмешивающегося уже давно ни в какие дела мастерских. Только по дому он следил за порядками. Осмотрев и дом внутри, и гроб, и целый ряд комнат, я выбрал себе для мастерской самую большую комнату в три окна. В ней же и гроб стоял на каком-то возвышении. И рядом для своей спальни комнатку, в которой прекрасно устроил себе кровать из какого-то помоста. Екатерина Васильевна не без удивления взглянула на мою храбрость и приказала бабам вымести и вытереть пыль, которая толстым слоем лежала всюду в заброшенном жилище. Бабы с большим недоверием посматривали на меня искоса, и только гроб сдерживал их от насмешек над храбрецом. Разумеется, я геройствовал, а когда темным вечером я возвращался после ужина в доброй семье Никулиных, где было и светло, и тепло, и весело, и ощупью добирался до своей постели, мне всюду по темным углам мерещилась оживающая от смерти старуха. И казалось, она встанет предо мной и вот-вот преградит мне дорогу. Едва-едва различаешь бывало во мраке черный гроб с черными калинкоровыми оторочками и свесившимся посредине белым саваном, оставшимся нетронутым с тех пор, как из него вылезла ожившая покойница. Да она и сама потеряла последний разум в тот момент, когда вылезала из гроба и впала с тех пор в бессмысленное детство. Конечно, я был храбр лишь наружно, и, проходя через кухню, наморщивал серьезно брови перед кухонными бабами и был доволен, что они смотрели на меня с тайным страхом. Однажды я даже услышал такой их разговор на мой счет. «Ахиба ж не бачишь, у его в носе не пусто, у его и волося не таке, винь щось зная». Волосы у меня были стрижены сплошь под гребенку, и я щеткой зачесывал их ежом назад и был уверен, что имею внушительный вид. «Та вжеш», отвечала другая, «хто ж биоце спав пусти хотини, та щеш с домовины вид покойницы, звисна неспроста». А у меня в мастерской стояли на мольбертах-треножниках два местных образа спасителя и Божией Матери. И я с увлечением добивался света от этих фигур, в лицах искал божественности, настроение мое было религиозным. Наконец, ярко блестевшими мазками несмешанных и лиловых полос с палевыми, я достиг необыкновенного света вокруг голов на образах. Екатерина Васильевна, придя навести ревизию бабьим работам по очистке, очень удивилась моим образам, долго их рассматривала и спросила, с каких оригиналов я их писал и где я видел такие образцы. Она была умна, обладала большим тактом. Как хозяйка, она воздержалась от похвал, но я чувствовал, что ей было иного и неожиданно мое искусство. Впервые здесь у Никулиных я начал читать книгу Диккенса Давид Копперфильд-младший. Припоминаю теперь, что при свете одной свечи мои комнаты с гробом более всего похожи были на катакомбы, и в них я не мог расстаться с книгой, пока однажды не получил выговора от бабушки, матери Екатерин Васильевны, за долгие засидки в пустом доме. В воскресенье, почти с утра, я спускался на луговую сторону оскола, добирался до стога сена и там, устроившись поудобнее, просиживал почти весь день, целиком уходя в жизнь и интересы героев Диккенса. Не помню, по какому случаю, совершенно неожиданно мне пришлось услышать из другой комнаты серьезный разговор Екатерины Васильевны с Дмитрием Васильевичем Никулиным. Я подивился тогда нежной душе этой женщины. С какой убедительностью разъясняла она ему положение всех его дел и с огромным опытом и знанием всех обстоятельств убеждала серьезно заняться, пока еще не поздно, восстановлением, видимо, пошатнувшихся дел. Но он, очевидно, давно уже на все махнул рукой и только по необходимости медленно подвигался к провалу. Приехали наши позолотчики, резчики, наступали холода, мы устроились на теплой квартире в некоем большом доме, где для мастерской заняли большой зал. Писали, не гуляли. Даже вечерами и ранним утром при свечах, приделанных к палитре, все писали и писали образа. Моей работой хозяин был доволен, только не нравилось ему, что я много переделываю и очень часто вскакиваю со стула, чтобы взглянуть издали на свою работу. Самому ему уже неловко становилось делать мне эти замечания, и он просил товарищей, моих земляков, посоветовать мне не тратить понапрасну времени на постоянные переделки. Как бы он ни сделал, говорил он, все будет хорошо и сойдет. И не стоит трудиться так для бессмысленных прихожан и попов, которые все равно ничего не понимают. Екатерина Васильевна настаивала, чтобы я непременно приходил обедать с ними. Большую частью я отказывался под разными предлогами, так как товарищи косились на меня и, конечно, предполагали, что я там делаю хозяевам секретные доклады об их ленности. Скучновато мне жилось, но неприятнее всего были постоянные слухи, что Никулин прогорает и что платить ему нам скоро будет нечем. Я, наконец, решился послать домой письмо, чтобы меня экстренно вытребовали по необходимому делу и прислали бы за мною подводу, так как боялся ничего здесь не заработать для своих дальних планов Петербурга. Однако Никулин мне все заплатил. 6 декабря я выехал из Каменки на присланный мне из Чугуева подводе и целую ночь, морозную и метельную, мы сбивались по сугробам во тьме и руками нащупывали дорогу. Уже перед рассветом мы прибились к какому-то селу, где добрые люди пустили нас согреться и покормить лошадей. До сих пор мне отрадно вспоминается и обширная изба, и большой семейный стол, и жарко топившаяся печь, и весело горевший каганец, и вся семья, поднимавшаяся зимой в 4 часа утра. Усадили и нас вместе с собою за ранний завтрак. От голоду и холоду, и от долгого ночного блуждания мы ели с наслаждением. Была рыба под бурачным квасом, были мандраки из творога, горячие лепешки с дивной густой сметаной. Ой, как мы наелись! Я решился заплатить без торгу, чтобы не спросили. «О, цэш! Та хибаш мы хлебом-то с недью торгуем?» Укоризненно ответил хозяин на мой вопрос о плате. «Ни-ни! Богу ви на свечку видасте! Як пидите до церкви!» Так и не взяли ничего, даже за корм лошадям, которым дали и сено, и овсеца. Милые добрые люди! Какие тихие, веселые и радушные! Дома на свободе я стал компоновать картину «Воевода» по стихам Мицкевича в переводе Пушкина и писать портреты родственников и близких, кто мог мне позировать дядей, теток и двоюродных братьев и сестер. Тонким карандашиком, будучи в гостях, я не раз рисовал кого-нибудь. «А можно с себя самого?» спросила однажды маменька. Я взял небольшой картончик для писания своего портрета и увлекся. На турщик я был безответный, портрет вышел очень похож и очень понравился моей матери. «В этом лице мальчика ум взрослого», сказала маменька. «Все родные и знакомые одобряли мой автопортрет и подолгу почему-то останавливались перед ним». В это время в Чугуев приехала на жительство огромная семья первогильдейного купца Овчинникова. У него было шесть дочерей и четыре сына. Прошли слухи, что Овчинников разорился в Харькове на большой торговле, однако он занимал огромный двор на Дворянской улице и часто у них были веселые вечера с танцами. Многие из членов семьи были недурные гитаристы, девицы мило пели и постоянно, особенно когда приезжали кавалеры их из Харькова или соседние помещики, вечера удавались интересные, веселые, оживленные и длились до поздних часов ночи, начавшись иногда с двух часов дня. Надо признаться, сердце мое было очень задето одной из дочерей, высокую блондинку Марианной. И из-за нее я терпел самую назойливую привязанность к себе ее меньшого брата. Огромный, добродушный, веселый, краснощекий, он не расставался с гитарой и вместе с ней и ко мне питал платоническую и невыразимую привязанность. Он совершенно не желал расставаться со мною. И придя с самого утра, он весь день играл на гитаре и пел, не будучи при этом не в тягость. Правда, он был огромен, прост, откровенен до святости. Иногда назойлив в просьбах, но его нежная любовь ко мне мирила меня с ним, и это чувство заменяло ему деликатность. Ни один интересный вечер или утро в их семье он не мог провести без меня. И иногда силой, а силище у него было атлетическое, уволакивал меня к себе. Однако, заметив мою тайную страсть к своей сестре Марианне, он сейчас же выдал ее сестрам, и это меня страшно угнетало и конфузило. И вот надо было видеть и слышать восторг этого Алкида, когда он увидал мой автопортрет. Нагоготавшись, накричавшись, наизумлявшись без конца перед моим маленьким картончиком, он бросился ко мне, подхватил меня на руки и как полоумный стал бегать со мною по комнатам. Он так сжимал меня в объятиях, что у меня трещали ребра, и я уже не в шутку молил об избавлении. В заключении он осыпал не только меня, но даже и мои руки с сочными и яркими поцелуями своих добрых, красивых губ. Едва-едва успокоившись, он взял гитару и, ухарски покачивая красивой курчавой головой, звонко запел свою любимую хохлатскую песенку. После такого сильного восторга я получил и соответствующее огорчение. Разумеется, мой влюбленный друг, придя домой, не мог не поделиться своим восторгом с семейством. И так захлебывался похвалами портрету, что при первой нашей встрече и сестры начали просить меня, чтобы я принес им показать свой портрет. Но я решительно отказался. Однажды, возвратившись откуда-то домой, я узнал, что Овчинников без меня взял со стены портрет мой и унес. «Как же вы отдали, — укоряю я маменьку, — ведь вы знаете, что я этого ему никогда не позволил бы». «Да что же с ним верзил и поделаешь?» «Схватил, поднял над головой, — ручище у него, как железо, куда тебе с ним тягаться?» «И ведь добряк, гогочит, как сумасшедший, целует руки, не беспокойтесь, не беспокойтесь, сейчас назад принесу, Илюша и не узнает. Уж я ему так пригрозила, я думаю, он сейчас принесет портретик». Я вскипел страшным негодованием и сейчас же пошел к Овчинниковым. «Вижу, посреди залы большая группа и своих и гостей, разинув рты, обступили моего друга, а он, торжественно подняв мой портрет выше всех, поворачивает его во все стороны и с торжеством обводит всех глазами, видя несомненный, даже превзошедший его ожидания успех». Я, клокочущий негодованием, не отвечая на приветствие милых барышень, быстро, решительно вырываю портрет у Алкида и трясущимися руками разрываю его на мелкие части. Это вышло так отвратительно, что я сам не в состоянии был дальше ничего не видеть, не слышать. «Как вы смеете?» – почти заплакал Алкид. «Вы не имеете права, это стыдно». После мгновения какого-то общего стона я вдруг повернулся и быстро пошел к двери. Мой друг со слезами и в голосе, и в глазах вошел в такой раж, что казалось, еще минута, и он убил бы меня на месте. Но я быстро, не оглядываясь, почти бежал домой. Украинское военное поселение Самая благотворная и полезная для человечества идея, если она вводится правительством в подвластной стране по принуждению, быстро делается божьим наказанием народу. Так было и с военными поселениями и у нас в России. Идеально настроенный лагарпом, Александр I думал осчастливить свой народ, дав ему новые полезнейшие формы жизни. Он поручил устройство этих новых форм опытным инструкторам. Казалось, что осуществиться, если не рай на земле, то уж, наверное, благоденствие края. Разумеется, по манию царя все делается быстро, без прикословий. Нет ничего невозможного. Ефрейторы – народ дрессированный, а средства есть верные, порка непокорных и непонятливых. И вот великие идеи гуманистов попадают с места в карьерные испытания в исполнительные руки Аракчеева. Крутыми мерами стала осуществляться прививка новых начал на казенный счет без лести преданным Аракчеевам. Теория Оуэна воспитание человеческого характера быстро фиксировалась шпицрутиными. Потомки вольного казачества закрепощались в муштре. Из поселений вырастало пописанному иго государственного крепостничества. Характер простоватого казака быстро перевоспитывался в будущего каторжанина, воспитывался образцово и множился быстро. А строги и Сибирь заполнялись беглыми и штрафными солдатами. От сумы до от тюрьмы не зарекайся, философствовал народ. В то время, в начале 50-х годов прошлого столетия, крепостные люди произвели уже много бунтов и расправ со своими господами. Яша Бочаров, будучи юнкером, только что вернулся тогда из окрестностей Елисаветграда, у Мани, куда их отряд был командирован на усмирение крепостных князя Лопухина. Он рассказывал, какие западни изобретали на них хохлы-крепаки и как сам он однажды попал к ним в землянку в лесу. В таких тайниках они расправлялись с господами и даже с вооруженными офицерами. На его счастье, патруль в лесу наткнулся на эту землянку и его отбили свои солдаты. И ружья, и заостренные косы, и вилы все пускали в ход выведенные из терпения хлеборобы. Надо признаться, что мы тогда соприкасались больше со средою господ, видели чаще только показную сторону поселенных улучшений жизни и, соответственно, помещичьим взглядом были довольны успехом усмирявших войск. В то время Чугуев начал сильно процветать и богатеть. Летом на царские маневры съезжалось туда много господ не только из столиц, ближайших больших городов, но также из помещичьих имений, где каждый неограниченный повелитель своих деревень, иногда многих тысяч душ, устраивался дома по-царски, а в городе занимал лучшие дома под постоянные квартиры. Задавал пиры и, следовательно, давал шибко торговать купцам самых лучших магазинов. И лавки наши все увеличивались в числе и щеголяли лучшими продуктами. Мастерские всех родов и статские и военные портные были завалены работой. Ночи напролет многие места Чугуева и его окрестности оглашались звуками музыки бальных оркестров. Большей частью в садах на танцевальных ротондах. Семейные помещики, щедро облагодетельствованные дарами прекрасного пола, привозили в Чугуев целые цветники неземных созданий. Устраивались партии более серьезного жизненного характера, военные всегда храбро и быстро женятся. Да, в Чугуеве жилось весело. Даже в самых бедных и многочисленных, как же иначе, помещичьих дворнях, часто слышалось повторяемая крепостными на разные лады пословица «Хоть есть нечего, так жить весело». Лично моя жизнь этого времени была также самая веселая. Подростком, за компанию с сестрой, я попадал на балы и вечера молодежи, на маевке в самое цветущее время весны в Староверском лесу с хорами трубачей. Дикий терн, дички груши, черешни и вишни, все сады бесконечного южного склона от Осиновки и Пристена до самых матерей, облитые, как молоком, обильными букетами цветов. Все улыбалось нашим весельем в складчину. Нашим излюбленным местом был Староверский лес по южному склону к Донцу. Теперь здесь построен вокзал железной дороги, дубовый и кленовый лес вырублен, и наших мест больше не узнать. Детьми, лет пять ранее, мы целые оравы пировали свои пиры в заповедных тенистых прохладах Староверского леса. Приносили с собой пирожки и всякие домашние лакомства, запивали их медом, разведенным на ключевой воде Староверской Креницы. Однажды нас там сильно напугала змея, притаившаяся в дупле любимого нами дерева. Уже под конец нашего пира кто-то пошел посмотреть в глубину дупла, и вдруг оттуда из темноты послышалось шипенье, и мы увидели толстую змею, свернувшуюся в огромное кольцо. Свизгом бросились мы бежать, и более полуверсты, побросав почти все свои узелки, бежали что есть духу. Особенно затрудняло наше бегство горбатенькая Анюта Жихарева. Ее надо было везти в тележке. Дорожка в лесу неровная, с провалами, пнями и кореньями. Долго потом боялись мы этого места. Под конец существования военных поселений, когда они достигли своего расцвета, в высших сферах внезапно решили их упразнить, не обращая внимания на то, что в них были и некоторые положительные стороны. В засаженных песчаных местностях, например, за 40 лет выросли огромные леса-бары. Солдатские кухни и казармы на окраинах города расширяли обитаемость прежней глуши, доктор Весневский привлекал водяным курортом больных и в Чугуев съезжались из разных мест лечиться в Кочеток. Лечились и веселились. Дороги, мостовые и мосты превосходной постройки казенных инженеров содержались в порядке. Поправлялись дороги, копались где надо канавы, полонилось, раздроблялось промерзшее насквозь озеро, оно-то избило мост, когда администрация была упразднена и прочее. Казалось, что все шло благополучно и к поселению привыкли, но к воцарению Александра Второго жалобы на отрицательные стороны поселений в связи с происшедшими в разных местах бунтами достигли своей цели и вот везде стали таинственно поговаривать об упразднении этих с таким трудом достигнутых начальством полезностей. Как солнце перед закатом разгорается, как лето на зиму припекает, так и военное наше поселение перед своим упразднением особенно весело доживало последние свои дни. Чугуевские живописцы Скоро эти радости перешли у меня в целую цепь безутешных сожалений, которых я не мог забыть во всю жизнь. Первое, умерла сестра моя Устя. Второе, Бондарева, обожаемого учителя моего, потребовали в полк, а я по совету Заводовского, оставшегося по болезни в Чугуеве, поступил учиться иконописи к Бунакову. Но мои требования к людям были уже настолько повышены, что живописцы казались мне людьми не нашего круга. Весь обиход семейной жизни Ивана Михайловича Бунакова производил на меня отталкивающее впечатление. Особенно невозможно было выносить, как матери ругают детей, пропаду на вас нет и тому подобное. У Бунакова руган начиналось с самого утра и действовало заразительно, так что сами детки, очень даровитые по природе, в брани не уступали самым отчаянным ругателям. Ругались громко и это нисколько не считали предосудительным. Дети все перемерли скоро, но Бунаков считался лучшим мастером в Чугуеве и это взяло вверх в моем выборе. А в Чугуеве в то время был уже хороший выбор учителей. Более других мне нравился Шаманов. В собственном доме Шаманова против Осиновской церкви поддерживались большая чистота и порядочность. Наверху три комнаты, где он писал образа, были тоже светлые чисты. И хотя по своему званию он был мещанин, но дружил с толстым майором Куприяновым и другими почтенными лицами Осиновки и Чугуева. Сам он имел гордую осанку и носил художественную французскую зачёску сороковых годов. Одевался хорошо и даже в его походке чувствовалось самоуважение. Как это ни странно, он знал меня, знал мою страсть к живописи, при встрече с ним я очень почтительно, сняв шапку, кланялся ему. Мне нравился приятный тембр его голоса, которым он ласково и звучно отвечал мне всякий раз. «Здравствуй, Илюша, душенька, и всё-таки я пошёл к Бунакову, у которого было пыльно, грязно и беспорядочно». Иван Михайлович в обществе своей жены Натальи Михайловны очень любил кутнуть при всяком удобном и даже неудобном случае. Достаточно было заехать или зайти с базара кому-нибудь из знакомых, чтобы сейчас же появлялся на столе графинчик водки со случайной закуской и начиналась всё одна и та же песня Натальи Михайловны. «Переходом чистым полем зацвели волошки, тим я тебе полюбила щё чернявей трошки» и так далее. Песня подпевалась гостями кто как мог, работа оставлялась живописцем-хозяином и только мы, ученики, делали своё дело, не обращая внимания на веселье беззаботных гостей, усиливавшаяся с каждой выпитой рюмкой. Триказов из делового двора отслужившийся солдат был хорошим мастером декоративной живописи. И я ещё в последний приезд в Чугуев не без удовольствия смотрел на его большие картины в Осиновской церкви. «Лов рыбы по манию Христа», «Нагорная проповедь» и другие картины составляют хорошее украшение церкви и мне очень дороги по детским впечатлениям. Я заглядывался на эти картины до самозабвения. Это было дурно во время службы, особенно во время Херувинской. Отвернувшись от всей таинственности богослужения, я, вместо того, чтобы опустив голову, даже колено преклоненно, тихо молиться, задирал голову и глазел на картины. За это мне очень доставалось дома от маменьки. «Ведь тебя считают за дурачка», говорила она сердцем. «Кто же так стоит в церкви?» Были и другие живописцы. Крайненко, также отставной солдат из делового двора, Филипп Мяшин, еще носивший форму Чугуевского уланского полка, хороший колорист. Он любил ярко раскрашивать гвенты контурные рисунки святых, не смешивая красок. Яков Логвинов, Иванников, этот был бездарен. Но Рафаэлем Чугуева был Леонтий Иванович Персанов. Блондин высокого роста, одетый в серый длинный редингот, Персанов казался еще выше и отделялся от всех всех. Он был родом из Балаклеи. Выражение его лица было необыкновенно глубоко и серьезно. Жил он у позолотчика Нечитайлова на выгоне против делового двора. И в своих небольших комнатках при трех светлых окнах на поле на юг он создал дивные произведения. Особенно хороши были его портреты хозяина и хозяйки дома Нечитайловых. Написана натура груши, но еще лучше профиль Якова Лагвинова. Это было по колориту нечто высокохудожественное. С Яковом Лагвиновым он дружил Павелевая. Однажды, когда они проходили в Осиновке над Донцом, мимо нашего дома, Ячок, Лука и маменька упросили Персанова зайти к нам посмотреть на мои начинания. Я копировал большую гуашь английской работы. В тенистом зеленом парке башня замка отражалась в воде. Персанов добродушно смотрел на мои старания скопировать оригинал, потом подвел меня к окну над Донцом, за которым сейчас же начинался лес. Вот видишь, вода и лес над водой, вот так и надо рисовать, прямо с натуры. Высокая фигура Персанова, всегда своеобразно одетая, внушала к себе уважение. В маленьком городке быстро устанавливается оценка всякого обывателя, какому бы кругу он не принадлежал. Так молодой живописец Иванников всюду возбуждал смех. Мальчишки еще издали завидев его кричали «Итальянец, лак и масло». Перед Шамановым все мальчишки снимали шапки. На Персанова не смели смотреть просто, остановившись, долго провожали его любопытным взором и не догадывались даже шапки снимать. На дурачка Карпушу бросались с гиканьем, стараясь сбить его с ног. Люб же, выстроившись, кричали «Ура!» завидев Мирошниченко, ефрейтера, мигом летели кувырком под кручу к донцу и прятались за огромными кустами пасклена и коровяков. О Персанове знали и говорили все окрестные помещики. Он был завален заказами отдельных образов и портретов. Все чугуевские живописцы, несмотря на свои зрелые годы, к молодому Персанову относились как к старшему. Однажды Триказов узнал, он служил в деловом дворе в качестве начальника отдела живописной мастерской и потому хорошо был осведомлен о всех высших новостях по искусству, что через Чугуев будет проезжать Само Ивазовский, известный художник морских видов, и объявил всем чугуевским живописцам о дне и часе его проезда. Желающие, мол, могут видеть его на почтовой станции, когда в его коляске будут перекладывать лошадей. Персанов, Триказов, два брата Бунаковы и Крайненко с раннего утра дежурили на почтовой станции. На показ Айвазовскому они понесли картину, копию с картины Айвазовского, изображавшую восход солнца за Аюдагом. Эта копия была так дивно исполнена, что Айвазовский долго с восхищением рассматривал ее. Персанову в знак памяти Айвазовский подарил кисть и на прощание дружески пожал руки чугуевским художникам. Этого во всю жизнь не могли забыть осчастливленные живописцы. Они знали, что Айвазовский имел звание профессора и был в генеральском чине. У Персанова на особо почетном месте в серебряном поставце под стеклянным колпаком хранилась кисть великого русского мастера. И я видел эту кисть, когда Персанов уже был в Петербурге, куда его свез Беклемишев, отец нашего скульптора. Сколько сказок кружило у нас между живописцами о великих художниках. Центром всех чудес в искусстве был Бруллов, так звали Брюллова. Про него говорили, что он писал так раптурно, что живопись его была в то же время выпукла, как скульптура. И все анекдоты и легенды с незапамятных времен создававшиеся про живописцев связывали с Брулловым. Весь Чугуевский живописный мирок, узнав, что Персанова увезли в Питер, ждал от него больших чудес. И я был свидетелем общего большого и горького недоумения. Прошло около пяти лет, а о нашем Чугуевском Рафаэле никакого слуха не было. Я даже однажды написал ему восторженное письмо с разными запросами. Ответа не было. Только в первое время своего знакомства с Питером и Академией художеств в письме к Якову Лагвинову он высказывал свое удивление по поводу академических рисунков. Рисуют как печать. Рисуй Яша, это здесь самое главное, я совсем рисовать не умею. Под рисунком разумелась та удивительная тушевка с конопаткой пунктиром, для чего рисунки брались на дом, которые в особенности отличались рисунки Чевелева, Заболоцкого, Богдана Венига и других. Персанову они казались недосягаемым совершенством. Он так и не достиг его. Когда я попал в Академию художеств, я стал расспрашивать у старых натурщиков, не помнят ли они Персанова. «А, так ведь он сошел с ума», ответил мне быстро и уверенно умный Тарас. «Как же, как же, после уж, бедняга, все в коридорах у сторожей прятался? Я его встречал, оборванный и голодный бедняга. Платить ему было нечем? Да где уж там платить? У меня есть несколько его этюдов, за чистый холст он их отдавал». Разумеется, я не успокоился, пока Тарас не показал мне его этюдов и был горько разочарован. В фоне за натурщиком еще можно было узнать Персанова. Те же интересные фантастичные переливы глубоко лиловых с оранжевыми темных облаков. То, что так было очаровательно в бирюзовом свете портрета Якова Лагвинова, и эти светло-розовые с темно-лиловыми страшные, но красивые тучи, путавшиеся уже между людьми, раздевающими Христа на Голгофе. Так он фантастично иллюминовал картину Штейбена с гравюрой еще в своих нечитайловских светелках с окнами на светлый выгон и бесконечные дали. Когда я ездил домой из Питера в 1867 году, мне сказали, что несчастный сумасшедший Персанов пришел пешком из Петербурга в Чугуев, прожил здесь несколько времени у Чурсина и потом пошел дальше в Балаклею к матери. Чурсина я знал, он происходил из писарей, был образованный человек и имел очень хороший собственный дом на базарной площади. Чурсин, разумеется, принял меня радушно, чуть не со слезами и в голосе и в глазах рассказал мне о Персанове все, что знал. В заключение он показал мне маленькую картинку его работы. Мое глубокое впечатление от этой картинки не изгладилось и по сейчас. Эта вещица захватывала зрителя целиком. И мы с Чурсиным стали вспоминать, как до переезда в Петербург естественно развивался талант Персанова. Однажды ночью, например, он приготовил холст на мольберте и краски и ждал рассвета и хватал его на полотно и все живописцы дивились потом силе света и колориту Персанова. Из Балаклеи он принес свои вкусы, в Чугуеве он развивал их, думал, болел, он не пропускал ни одного чарующего явления в природе, все хотел он изобразить в ореоле природы в сфере собственного миросозерцания. его, уже 25-летнего, по-своему готового художника, вырвали из привычной среды, перевезли на север в нашу немецкую академию и там загубили этого талантливого простака. И сколько таких жертв, совершенно никому неизвестных. Боюсь, что многим покажется выдумкой и этот мой правдивый рассказ. Маленькая картинка Персанова истинная жемчужинка в пейзажном искусстве. Вот что она представляла. По довольно широкому поемному лугу осенью в замороз кисынием, садящимися гальванопластикой на каждую былинку и веточку, едут сани вдоль речки. Дорога тянется под крутым берегом с подымающимися вверх тропинками и проселочными дорожками. Все, то есть вся картинка в общем колорите защитного цвета, тонко делит планы плоскостей воздушной перспективы. Заканчивает все это простое местечко тончайшая филигранная работа искуснейшего художника и не. Странно, чем больше я вглядывался в эту картинку особенной своеобразной живописи, тем больше щемило мое сердце чувство бесконечной грусти. Куда-то тянулись неизъяснимые мечты о беспредельном, думая о неизведанном, эту вещь забыть невозможно. Персанов принес эту картину Чурсину в дар за его всегдашнее ласковое и внимательное отношение к нему еще до отъезда Персанова в Питер. Как выдающийся талант Персанов тяготел к Чурсину, самому образованному человеку в Чугуеве. Чурсин держал частную школу молодых дворян, которых он подготавливал и в юнкера, и в провинциальные университеты. К Персанову он питал нежные чувства мецената, хотя сам был небогат и материально не мог поддерживать художника. «Боже, в каких лохмотьях он явился ко мне, почти босой, пройдя тысячу пятьсот верст от Питера до Чугуева», рассказывал мне Чурсин. Я не мог не расплакаться, когда узнал его, ведь это же была умнейшая голова, как особенно он глядел на жизнь. Подолгу и с особенным удовольствием я любил говорить с ним, я ждал от него в будущем великих созданий в искусстве и вот страшная картина свидания нашего после восьми лет. Сейчас же я распорядился, чтобы ему дали основательно вымыться, его остригли по его прежней артистической манере вроде Брулова. Я нашел у себя покуда подходящее ему платье и сейчас же заказал ему серый сюртук, какой он носил до отъезда в Питер. Ах, чтоб он был неладен этот Питер! После первых слез и радости я поражен был выражением его тяжелого бруловского взгляда и какой-то детской робости, совсем не вяжущейся с его большим ростом. Теперь как-то странно смешались в нем сыновитые аристократические манеры с дикими неуклюжими движениями высокого недоросля. Скоро я заметил, что он устал и голоден. Его накормили, отвели в особую комнату, там, как я надеялся, он отоспится и примет свой прежний облик Леонтия Ивановича Персанова. Однако и с утра и к вечеру он все молчал, потом незаметно исчез и, как я узнал, пошел бродить по любимым местам Чугуева. Знаете, вид на хомутец с горы от староверского леса? Оттуда он однажды писал восход солнца. Я хорошо помнил этот этюд. Все, что выходило из-под кисти Персанова, сейчас же было известно всему живописному мирку Чугуева. И все бежали смотреть новую работу Леонтия Ивановича. На другой день он объявил, что сейчас же пойдет к матери, до балаклея от Чугуева верст пятьдесят. Я стал ему предлагать подводу, чтобы свести его в балаклею. Он бросился целовать мою руку и вдруг, что-то сообразив, резко отказался от подводы. Пойду пешком. Я уговаривал его остаться еще пожить у меня, обещал купить ему красок, кистей, холста и дать особую комнату, где никто не помешал бы его занятиям. Ничего не отвечая, он глядел в окно и только отрицательно качал головой. Ну хорошо, навестите вашу матушку, а когда захотите поработать в Чугуеве, вот эта комнатка всегда будет в вашем распоряжении. Я всегда буду рад вам, продолжал я. Он все молчал, обратясь ко мне профилем. Его выпуклый голубой глаз заблестел слезой. Из боязни разрыдаться, он строго до злости взглянул на меня и быстро вышел на улицу. Пошел по улице без шапки, по дороге в балаклею. Я не велел никому следить за ним, пусть отдохнет, одумается бедняга. Под глазами темно, лицо страшное, но еще молодой, ему не было тридцати шести лет, да нет, немного больше тридцати пяти лет. И с тех пор я его не видал. В тот вечер, однако же, поздно ночью, он вернулся в мой двор, пробрался тихонько в сарай, там и спал. На заре видели, как он без шапки же, в чем был, так и ушел из Чугуева. В сарае как-то выпачкался, волосы всклокочены, страшные говорят. Мне об этом сказали уже часов в девять утром. Первое время я еще поджидал его, но потом узнал, что к матери он пришел уже без сюртука. Не знаю, сколько времени он шел до балаклеи. А впоследствии рассказывали, что все сидел у нее на печи в одной рубашке. Совсем потерял бедный рассудок. Через несколько дней после этого рассказа я опять пошел к Чурсину. Хотелось еще взглянуть на картинку и узнать что-нибудь о несчастном художнике. По внешности, по тону и отделке произведение Персанова можно было сравнить с голландскими миниатюрами. Но в сущности картинка эта до бесконечности своеобразна. Только перед отъездом в Питер, прощаясь с Чурсиным, я снова услышал о несчастном художнике. Бедного Леонтия Ивановича схоронили недели три назад. Царство ему небесное. Так несчастливо кончил несомненный, редкий и сильный талант. Талант этот чувствовали в Чугуеве все живописцы. Легенды о нем знали все мальчики и краскатеры, позолотчики и столеры. Все верили, что Леонтий Иванович необыкновенный художник. Что бы ни написал Персанов, все бежали к Нечитайлову смотреть новое очаровательное произведение. Леонтий Иванович не жалел дорогих красок. В Харькове он купил это все было еще до отъезда в Петербург по фунту самых дорогих ультрамарину, кальмуму, кадмиум и кармину. Картины его отличались от картин всех других наших живописцев дивным колоритом. Это было нечто невиданное. Он был учеником Ивана Михайловича Бунакова. Вот почему и я поступил к Бунакову. Это было уже после проезда Айвазовского через Чугуев. Шли еще рассказы о том, как Беклемишев отправил Персанова на свой счет в Питер. За год до отъезда Персанов совсем разошелся с Бунаковым. Вышла какая-то ссора между ними. Мальчик, свидетель этой ссоры, рассказывал мне, что Бунаков очень резко упрекал и грубо обзывал Персанова. Тот слушал серьезно и только иногда вставлял одно слово в ответ взаимно. Бунаков всегда хвастался успехом Персанова. Сколько я стаивал за его спиною, частенько повторял Бунаков уже во время моего учения в его мастерской. «Ведь я как доброму открыл ему все секреты, а он неблагодарный». Персанова можно считать тучную жертву Петербургской Академии Художеств. «Я часто думаю, что было бы, если бы он остался на свободе. Может быть, развиваясь самобытно, он дал бы миру новые шедевры. Но такова судьба полуобразованных народов, такова же судьба и личностей. Они всегда состоят в рабстве у более просвещенных и ломают себя в угоду господствующим вкусам и установившимся положениям. А были чугуевцы, которые в Петербурге сделали карьеру, вышли в люди, дослужились до генеральских чинов из простых писарей. Гейцик, Жаботинский, Николенко. В главном артиллерийском управлении они выслужились до больших рангов. Гейцик был заметным деятелем. Жаботинского и Николенко еще писарями я несколько раз посещал на их казенной квартире. На маленькая солдатская жаловница эти молодые люди ухитрялись жить прилично, чисто одеваться и самообразовываться. Они много читали и серьезно готовились к офицерскому экзамену. К чайнику каждый нес свою щепотку чая и свой сахар. Однажды разговор зашел о Персанове. «Как же, как же, у меня есть несколько его этюдов?» прозаической скороговоркой произнес Жаботинский. «Бедствовал и голодал бедняга страшно, а гордый был, виду не покажет бывало, что не ел уже дня два. И едва-едва я чуть не силую запихал в его карманы, что мог уделить от своих скудных казенных сбережений и заработков по грошовым урочишкам. Покажите, покажите этюды!» обрадовался я случаю увидеть академические работы Персанова. Тогда я уже хорошо понимал и школы античной пластики, и линию, и форму анатомического строения человеческого тела. Увы, Персанов был очень далек от академической школы. А Жаботинский измерял талант художника только успехами в академии и был убежден, что простого чугуевца, не имевшего протекции, Беклемишев по своим стесненным делам жил далеко от столицы. Заедали профессорские сынки и не давали ему хода. В каждом этюде Персанова с особенным чувством и воображением был писан в темных трагических красках фон. Темно-лиловые и синие глубины заставляли играть розово-оранжевые блестки по бирюзовым прозрачным массам. Самая суть этюда, тело натурщика, нисколько не интересовало художника. Он трактовал его без любви и не без скуки, а потому оно, естественно, терялось на его фантастическом поле. Некоторые из этих вдохновенных фантазий юного мастера удостоились даже быть перечеркнуты мелом. Они естественно мешали профессорам судить специально о студии тела. И чем мог вдохновляться персанов? Казенные грязные стены наших этюдных классов были и при мне еще завешаны кое-где без всяких претензий на изящество большими классическими картонами копиями Рафаэля Менкса. Они сгорели во время последнего пожара в Академии художеств. Этого перечеркивания фона удостоился потом и я, но совершенно по другой причине. Будучи реалистом по своей простой природе, я обожал натуру дарабства. И вот, чтобы найти несомненное отношение тела к стенам, я не мог выбрасывать из-за коптелых картонов в их черных рамах. Рельеф зато выходил у меня несомненно. Я стал получать близкие номера и скоро увлек весь класс. Все стали писать казенные рамы на фоне сильнее самого этюда, в явный ущерб пластике тела и серьезной школе. Да что это все рамы эти стали писать, это совсем не художественно, вскипятился однажды Алексей Тарас Чмарков. Служитель, передай инспектору, чтобы распорядились убрать эти картоны со стен. И на экзамене мелом были зачеркнуты все рамы в фонах этюдов нашего натурного класса. В Петербурге 1863-1870 годы Дилижанс из Харькова в Москву Ох, это сон! Не может быть, чтобы это было не во сне. Вот так, на наружном месте громадного дилижанса я сижу уже не первые сутки и еду-еду без конца. Впереди четверка почтовых лошадей впряженных в дышло, дальше на длинных ременных постромках еще две лошади. На одной сидит мальчик форейтер с оттопыренными локтями. Он высоко подымает поводья и, болтая ногами, старается посильнее ударить каблуками в бока лошади. Впереди меня опытный ямщик в ямщицкой шляпе держит массу вожжей в левой руке, а правый длинным кнутом без сожаления стегает пристежную. Хорошо, что она с линцой. Ух, как у меня застыла спина, трудно разогнуться. На остановках я едва могу слезть с высочайших козел и через громадное колесо спрыгнуть на замерзшую землю, покрытую инием. Как больно вставать на ноги после долгого сидения. А может быть, все это во сне? Я проснусь и вдруг окажется я в сиротине в большой каменной церкви. Может быть, еще не все образа, взятые мною поштучно, закончены. А как страшно вспомнить и сейчас даже, что я едва не упал там с высочайших лесов на каменной пол церкви, когда писал Святую Троицу. Это моя привычка отскакивать от работы во время писания, привычка мастеровых, а загородки не было сделано, так многие гибнут. Какое счастье, что я жив и еду в Москву, а из Москвы, но это уже опять фантазия, поеду в Питер, холодно, руки стынут, поясницу не разогнешь и неудобно поворачиваться. на на мне шубка, покрытая сукном стального цвета, а кошачий мех нежно отогревает меня, поверх этого на мне шинель черного сукна с ветряком, с пелериной. Эта шинель принадлежала одному студенту-семинаристу в Купянске, родственнику Тимофея Яковлевича, нашего подрядчика. У меня было тогда драповое пальто, которое ему понравилось, мне же казалось каким-то фантастическим благородством его шинель. И когда, быстро сдружившись, мы обменялись комплиментами по поводу наших одеяний, и он выразил желание поменяться со мною на драповое пальто, я едва поверил своему счастью. И теперь, любуясь на себя в больших зеркалах станционных домов, пока перекладывают лошадей, и видя себя в этой шинели, широко накинутой на мою кошачью шубку, я сомневаюсь, неужели у меня такая благородная наружность. Но мы стоим недолго, не успевают богатые пассажиры убрать свои погребцы с закусками, как уже кондуктор с трубой через плечо приглашает в карету. И опять мы едем, едем без конца, и день, и ночь, и утро, и вечер, все едем. Страшно спускаться с больших гор. Огромный тяжелый мальпост трудно взводится на горы даже шестеркой лошадей. Случалось, что в гололедицу мы долго ждали под горой, пока форейтер приводил подмогу с почтового двора, под гору такой рыдван как наш непременно следует тормозить. Наши же ямщики преисполнены, не скажу презрения ко всяким разумным приспособлениям, а просто лени и готовы всегда отделаться на авось. Мне все видно с моего тесного высока. Две могучие дышловые лошади совсем почти садятся на зады, чтобы сдержать тяжесть всей двухэтажной кареты, нагруженной кроме нас наружных пассажиров, еще благородными господами и барынями, сидящими внутри, да еще наружными местами позади кареты. Из Харькова дилежанс шел не каждый день и не всегда были свободные места в каретах. Дожидаясь места в дилежансе, я прожил у тетки Тертешниковой в Харькове на Собуровой даче целую неделю. Набитый внутри и снаружи дилежанс сверху был еще нагружен большими корзинами, чемоданами, сундуками. Все это было плотно укрыто огромным черным кожаным брезентом и закреплено железными прутами, замкнутыми в железных кольцах ключом кондуктора. И, как подумаешь, что всю эту тяжесть выдерживали дышлавые и, о ужас, на одних постромках дошли ях, не верится без шабашности и лени русского ямщика. Ах, сколько было случаев и на нашей дороге, ведь шоссе окопаны глубокими канавами, и не раз разогнавшись, незаторможенный экипаж врезывался и опрокидывался в канаву. Счастье мое, что я на гору и под гору всегда сбегал пешком, чтобы погреться, а то с высокого наружного места легко было сорваться в канаву. Лучше не вспоминать. После я уже не давал покоя кондуктору, пока под гору тормоза не были подкинуты под колеса. Погружаясь в какое-то литургическое состояние во время долгих ровных переездов я опять грезил сиротиным и нашей забастовкой перед моим отъездом. Вот ямщик закурил трубочку нежинскими жилками, и этот запах сразу перенес меня в сиротинский кабак, куда и я пошел тогда со всеми мастерами. В кабаке мы по обыкновению стали петь песни нашим спевшимся хором, большей частью малороссийские. Потребовали водки, как же без этого дурмана. В окна весело светило утреннее солнце, было часов шесть, и голубой дымок нежинских жилок обвивал нас приятным ароматом. Водки я совсем не любил, она на юге у нас сильно пахла тогда житом и была горька как полынь. В душе своей я глубоко скучал и беспокоился, что вот-вот напьется эта трудовая ваташка, начнутся между ними легкие намеки, попреки, счеты, и, пожалуй, закончится все это буйством и дракой. И как кстати появился тогда староста Семен. Это был еще молодой ражей мужик большого роста и большого созидательного ума, самородок. Остановившись в сиянии солнечного луча и в голубой дымке жилок, Семен укоризненно покачал своей кудрявой головой, положил мощную пятерню на свою окладистую рыжеватую бороду и сокрушенно вздыхал, оглядывая нас. И вот он решительно подходит ко мне. «И ты тут», говорит он, обнимает меня за талию и просит идти с ним. «Уж тебе-то тут не место. Ну пускай они денек-другой погуляют, ведь мы их не обидим. Все будут как следует ублаготворены. А тебе что с ними? Тебя мы не пустим. Ты иди кончай свою работу. Твои деньги у меня. Не веришь? Пойдем со мной. Я тебе покажу твои деньги», сказал он, наклонив ко мне таинственно свою высокую голову. «Пойдем». Рука его так плотно покрывала всю мою спину и мягко, бережно держала всего меня в своей черноземной воле, что я не мог не пойти с ним. Мы дошли до возвышавшейся широкой пустоши, где одиноко стояла каменная сиротинская церковь. Он шел все дальше. «Да куда же ты?» уже выражаю я беспокойство. «Не бойся, иди за мной». Было тут несколько ямок, где брали глину и песок. Он спрыгнул в ямку и отвернул полу своего сермяжного кафтана, там был виден его холщовый карман, перевязанный веревочкой. «Вот где твои деньги. Как кончишь работу, получай свой расшот и с Богом. Я теперь твой хозяин, я взял тебя за себя. Не веришь?» Он развязал веревочку и достал из кармана две пятидесяти рублевые серенькие бумажки. «Вот они!» «А как же товарищи?» говорю я в раздумье. «Ведь так неблагородно будет мне одному получить и утечь». «Эх, чудак, не понимаешь, там же в кабаке еще сказал, что никто не будет обижен. Да ведь подумай, разве я деньги сам делаю? Надо же сход собрать, надо деньги выручить, на это время надо. Теперь вот начнут молотить, на базар и рож возить, свадьбы править. Все при деньгах будут, ну и соберем к концу дело. Как можно, чтобы для Божьего дела мы вас обижали? Вы знай, работайте, а расшота я сам буду платить, хозяин только считать будет, кому за что, без него нельзя. Да на него одного брат надежа плоха, разве я не вижу? В своих мыслях я засыпаю, согнувшись, скованной долгим холодом. Вдруг страшный толчок, дилежанс остановился, ночь темная, невдалеке от шоссе, едва мерещится под горкой лесок. Кондуктор выстрелил из пистолета и оба они с ямщиком бросились в потемках к лесу, куда исчезли сейчас три темные тени, спрыгнувшие сверху нашего амнибуса. Засуетились все пассажиры, страх. Но кондуктор с ямщиком вернулись скоро, сделав еще несколько выстрелов из ружья в темноту, в убежище теней. Засветили фонарь, полезли наверх. Брезент из толстой кожи был разрезан над чем-то чемоданом. Разрезан и чемодан в одном углу, и из него уже начали вытаскивать белье. В это время задремавший кондуктор, услышав наверху возню, крикнул ямщику, и дилежанс остановили. Оказалось, что эти места славились ворами, это было начало Орловской губернии. К рассвету замелькали в темноте какие-то серые тени, и я с ужасом увидел, как за нашим дилежансом бежала целая толпа оборванных людей, и подростки, и женщины. Все протягивали руки и умоляли бросить им что-нибудь, причитывая, что они умирают с голоду. Неужели это правда, расспрашиваю я кондуктора? Да, отвечал он, ведь это все бывшие крепостные, помещики держали огромные дворни, ведь все это избалованные люди, ничего не умеющие. Господа, кто побогаче, уехали, кто за границу, кто по столицам, усадьбы пусты. Эти дворовые теперь, как и прежде, знают только два ремесла, нищенство и воровство, да и до разбоев доходят. Иногда остановят в поле кого одинокого, ограбят, да еще и убьют, если почта не выручит. Нас-то они боятся, знают, что и пистолет, и ружье не помилуют их. Живо удрали, а разве его поймаешь в такой темноте? Может, он тут же в канаве прилег, опасные отлучаться подальше, убьют еще. Наутро деревни, которыми мы любовались издали, вблизи оказались отчаянные. Крыши пораскрыты, скотина воет. От голода, говорит ямщик, знамо, где им корму взять. Все теперь господа распродали и из деревень повыехали. Но уж и разорение тоже, что они теперь будут сами-то делать? Под станции дилежанцев отведены были особые дома, не казенные, они были хорошо убраны, а буфеты были уставлены разными яствами. Подавался кипящий самовар, и богатые господа усаживались кругом стола, отмыкали свои красивые погребцы и доставали оттуда свои чашечки, чайники, заваривали свой чай, клали в чашки свой сахар и пили, если это была большая остановка, весело разговаривали. А нам приятно было погреться в большой теплой комнате. А я закусывал еще дорогой, сидя на своем переднем открытом месте и своей сумочке, где у меня были калачи домашнего печенья на яйцах. Я прикусывал с ними очень маленькими кусочками наше сальце, украинское сало. На воздухе это было привкусно, но я старался не съесть много, чтобы хватило до Москвы. Как хотелось выпить стакан чаю, но он стоил страшно дорого, 10 копеек за стакан. Неужели кто-нибудь будет пить? Всякий имел свой чай и сахар, и я не видал, чтобы нашлись кутилы. Этакие деньги, вот дерут. Закусивши за чаем, все господа весело выходят и садятся в нашу высокую карету. Но какая неприятность, опять уже стоит здесь по обе стороны экипажа эта толпа голодных, холодных, оборванных людей, на которых только рваные остатки овчинных грязных нагольных полушубков, из-под которых неприятно виднеется голое темное тело. И руки, 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 и малые, и большие, и бабьи, и детские, все тянутся к нам. Я поскорее взлезаю на свою высоту и оттуда гляжу на несчастных. Вот один высокий красивый пассажир бросил медную монету. Как за ней бросились все, давка до полусмерти, и опять руки, руки. Ну, слава богу, лошади тронулись, и загремела наша колымага. Но нищие бегут у самых колес, ямщик даже щелкает и замахивается на них кнутом, чтобы отогнать от колеса. Они все бегут, долго бегут, и на горку, и под горку все бегут за нами. Страшные. Про них все говорят, это орловские разбойники и воры. Один пожилой серьезный господин с наружного места говорил, что не следует бросать деньги нищим, это их страшно развращает. Они привыкают к безделью, ведь целый день у них и дела больше нет, как бегать за каретами проезжающих. О, Боже, какой ужас ехать такой стороной. Я опять вспоминаю, как дома перед отъездом я чуть не угорел до смерти. Случилось это так. Когда я приехал домой, мы хорошо поужинали сухой рыбой с красным бурачным свекольным квасом. Весело топились печки, и после холода в дороге я так блаженно отогрелся в натопленной комнате. Скоро мы пошли спать. Ночью я проснулся и ничего не мог понять, у меня страшно болела голова. Меня держали чьи-то здоровые сильные руки, а маменька лила мне на голову тот же красный бурачный квас. едва отлили меня водой, и на другой еще день меня тошнило и болела голова. Кто-то закрыл рано угарную печку, сильно натопленную, кажется, первый раз после лета. Это было в конце октября. На церковной работе Но мы едем и едем все в том же нашем тяжелом Рыдване. Я грезил, большей частью в грезах мне представлялись иконостасные мои образа. Я еще жил ими, только что написанными. Писал я их прямо на лесах, летом мне платили по пяти рублей за образ. Вставали мы в четыре часа, было уже светло, и вот до вечера, часов до девяти, когда все кончали работу, мой образ бывал готов. Так, разве чуть-чуть что-нибудь приходилось поправить? От этих поправок Тимофей Яковлевич, подрядчик наш, всегда меня отговаривал. И так очень хорошо, уверял он. Должен признаться, что и в сиротине я имел успех со своими образами. Я пользовался, конечно, необходимыми указаниями и канонами, по которым пишется всякое изображение святых или целых сцен. У каждого живописца сундучок наполнен гравюрами. И был поощряем доверием и интересом всего прихода и даже своего подрядчика, который хвалил меня не из одной только собственной заботы об успехе общего подряда, но и потому, что действительно любил живопись и сам был живописцем небеспособностей. Все мужики и особенно староста Семен побывали у меня на лесах и подолгу разглядывали мои образа, каких они прежде нигде не видывали. А я, подбадриваемый этим вниманием, ощутил в себе большую смелость и свободу творчества. И кисти мои вольно играли священными представлениями. Я позволял себе смелые повороты и новые эффектные освещения сцен и отдельных фигур. Свежесть и яркость красок, необычная в религиозной живописи, была для меня обязательна, так как мои образа публика видела только снизу на расстоянии трех-пяти сажен. Видевшие же работу вблизи у меня на лесах еще более дивились, как это на расстоянии оказывает так тонко и хорошо, хоть вблизи совсем другое. Особенный успех имела моя Мария Магдалина. Я видел эффект, распространенный по всей Малороссии известные вещи Помпея Батуни. Но, конечно, как и во всех других образах, ничего ни с кого не копировал буквально. Я только брал подобный же эффект и обрабатывал его по-своему. Так моя Магдалина не сидела с крестом на коленях, как у Батани. Моя стояла у стены, повернувшись в молитвенном экстазе к лампаде, которая висела в углу высоко, а не стояла, как у него на полу. «Как это она наполовину в огне?» удивился Семен. И видно было, что всю публику очаровывают свет и заплаканные глаза Магдалины. «Должен повиниться перед читателем. Все делалось мною без всякой натуры, только по одному воображению, и я не могу даже вообразить, как показалось бы мне самому теперь мое первое свободное молодое творчество. Есть ли в нем искры непосредственности Джиотта, или там разгуливалась безудержная развязность провинциального фантазера? И, например, даже такую вещь, как три святителя, обыкновенно скучный многодельный сюжет, я трактовал дерзко. Одного из святителей, Иоанна Златоуста, поставил в профиль с высоко поднятым Евангелием. Другого, Василия Великого, свет ударил лучом с неба, а Григорий Богослов один в полутоне вне луча. Василий Великий стоял едва видимый через прозрачный луч. Ведь так и работы мне было меньше. Сосредоточив на свету всю силу отделки деталей на Митре, Панагии и кованой ризе Василия Великого, освещенного ярко, других я уже касался едва лишь намеками. И представьте, даже придирчивому батюшке не показалось это шарлатанство молодого живописца. Всем нравились мои смелые образа. Чего-чего не передумаешь в бесконечной дороге. Я часто вспоминал моего любимого товарища Ивана Даниловича Шемякина. Он был резчик, мой ровесник, донской казак родом. Это был смелый, талантливый художник. Не могу забыть, как он резал в церкви царские врата. Все мы зазевывались на его работу. Куда бы кто ни шел, всегда останавливался около него. И любо было стоять за его спиною, когда он наколачивал, наклеивал выступающую вперед листву орнаментов. Как у него лилась, извивалась, разворачивалась и снова уходила под ветви партия акантов. Чудо! И все это свежо, только что вырезано из пахучего, теплого, золотистого дерева. И вот другая особенность его творчества. Этот молодец не ставил перед собой никаких образцов, все была его личная фантазия. Нас с ним считали братьями, было между нами некоторое сходство и в лицах. По воскресеньям и большим праздничным дням мы вдвоем делали большие прогулки по окрестностям. Начинали с обедни в каком-нибудь соседнем селе и так до самого вечера. Купались где-нибудь в мельничных запрудах, где-нибудь в селе нам стряпали яичницу, давали хлеб, молоко и огурцы свежие с огорода. Также и вишни, груши и яблоки из хозяйских садов с большой щедростью представлялись нам собственниками, когда те узнавали, что мы работаем в церкви. Об этом и вспоминать всегда приятно, но в этих воспоминаниях есть и неприятные страницы. В огромной работе над гоностасом участвовало много мастеров, и нередко из окрестностей являлись и новые мастера с предложением своих услуг. Однажды с особой даже рекомендацией к нашему хозяину присоединился к нам какой-то скромный старичок живописец. Как после оказалось, ему было уже более 80 лет. Он учился еще у Шибуева в Питере, когда тот был ректором Академии художеств. Его еще мальчиком определил туда помещик как своего крепостного. Звали его Григорием Федоровичем, фамилию я забыл. Мне он показался очень интересным, особенно я ждал от него рассказов об Академии художеств и о Шибуеве, которого, как и Брюлова, все живописцы знают по гравюрам и литографиям с их образов. Но Григорий Федорович был уже так древен, и его пребывание у Шибуева относилось к столь давним временам, что в рассказах его не оказалось ничего особо интересного. Как с особенным таинством искусства, после того, как мы уже с ним довольно подружились, он познакомил меня со своим приемом рисунка, заключавшимся в том, чтобы никогда не закруглять линии, всегда очерчивать только прямыми чертами, не соединяя их никакой тушевкой. У него был большой запас снимков с припорохов, между другими, из Шибуевских оригиналов. Все они были рисованы одними контурами из прямых линий, в большом количестве это производило скучное слепое впечатление. Но я относился к нему с уважением, хотя лично никогда не стремился усвоить себе этот метод прямых линий. Григорий Федорович был очень благочестив, скромен и доброжелателен без пересаливаний. Был прост. Он никогда не работал в праздники и очень сокрушался, когда однажды в воскресенье застал меня за работой. Я делал образок для отца Алексея по его просьбе на память. Другие наши живописцы сначала потихоньку трунили над старичком, изображая его бритое лицо и колпак, который он всегда надевал во время работы в церкви. Я же защищал его. По происхождению крепостной старик он был очень благородный в своих мыслях и действиях. Он рассказывал между прочим, как однажды, искушаемый дьяволом, вздумал он было нечто зарисовать в воскресенье. И вот в полной тишине откуда-то ворвался порыв ветра, вырвал из его рук бумагу и унес ее в вихре. С тех пор в праздники он уже не брал в руки ни карандаша, ни бумаги. Григорий Федорович писал два образа для алтарных дверей северных и южных. На одной изображался архангел Михаил, а на другой Гавриил. Писал он бесстрастно, вяло и бесцветно, и, как все иконописцы, довольствовался тем, что выходило из-под его кисти без всяких исканий и переделок. Образа его были кончены, и вот начались потихоньку фырканье и насмешки над лицами его архангелов. Я удивлялся этим нападкам, особенно Тимофея Яковлевича, и защищал работу Григория Федоровича. Дошло до священника, в конце концов Тимофей Яковлевич объявляет мне требования отца Алексея, чтобы эти лица были переписаны мною, и Тимофей Яковлевич начинает упрашивать меня переделать. Мне было и недосужно и неприятно, и наконец я был в дружеских отношениях со стариком, я долго отказывался, но доводы о необходимости переделки были такого характера, что их уже нельзя было обойти. Решили, что в одно из воскресений, когда старик по обыкновению пойдет куда-нибудь на весь день, я в алтаре пропишу сверху лица архангелов его работы. Они будут поставлены на свое место, так что он и не узнает. Я принялся раненько и, признаюсь, очень увлекся освежением и оживлением ангельских ликов, которые, правду сказать, были похожи у него скорее на старых парок, чем на юные райские создания. Работаю, отскакиваю по обыкновению, но вдруг оглядываюсь и, о ужас, он! Вероятно, мальчики по наущению старших известили нарочито Григория Федоровича. Я не слыхал, когда дверь отворилась, и почти трагическая фигура всегда скромного, но теперь неузнаваемого, до сумасшествия расстроенного старика выросла передо мною страшным укором. Я был так сконфужен и убит, что добрый старик скоро сжалился надо мною. Он простил мне, но долго тихо и убедительно объяснял мне большой грех моего поступка. Когда он кончил, я предложил ему стереть всю мою работу. Я писал по хорошо высохшему, даже ничего не будет заметно. «Нет», сказал он, «ведь вы же не самовольно это сделали, вас обязали, как вы говорите. Это было делом попечительства в лице священника. Так что уже все равно, если сотрете вы свою работу, отдадут переписать другому. Уж лучше пусть будет ваша работа сверх моей. Вас я все считаю за очень способного молодого живописца. Но вот мой совет, никогда не переписывайте чужой работы. Ох, какое мне это оскорбление на старости. Завтра же я уйду отсюда». И он ушел. Мне было стыдно и очень жаль его. И после на другой день мне показалось, что лица, прописанные мною сверх его лиц, были тоже совсем не хороши и вовсе не вязались с общей манерой его живописи. в Петербурге. А между тем мы все едем и едем безостановочно. Вот уже скоро целая неделя, но остановки еще более несносны, чем эта бесконечная однообразная езда. Самая большая и неприятная остановка была в Серпухове с переправой через большую реку на пароме. Мы долго ждали, пока паром вернулся к нам с противоположного берега. Холодный ветер дул навстречу, пронизывая насквозь, но я уже не имел желания слезть своих высот и пассивно наблюдал всю широкую реку. Переезжали лодки, иногда наполненные людьми, глубоко сидящие в воде, иногда легкие, скоро катящиеся по воде. И все это уже не занимало меня. Хотелось поскорее добраться до Москвы, что-то там. Жутко было думать, что найду я в совсем незнакомом мне месте. Во всей нашей долгой дороге замечательным мне показался лишь Кремль в Туле. Собралась нас проезжих целая компания, и мы кто пешком, кто на извозчиках отправились в Кремль. В нашей Слободской Украине совсем ведь нет старинной архитектуры. И я был поражен этими стенами с зубцами и башнями на углах. Мне вспомнились картинки Кируслану Лазаревичу и Бове Королевичу. Там такие стены были. И представилась вся богатырская жизнь за этими стенами. После переправы в Серпухове, которая протянулась до позднего вечера, опять пошла нескончаемая скука сидения на месте. Долгую ночь, да я уже счет потерял дням и ночам. Наконец, еще темным утром, кондуктор с особенным возбуждением говорит мне, что же вы не смотрите, Москва началась. Как, где, таращу я глаза. Да ведь мы едем уже по Москве. Что вы, эти лачуги, эти гнилые заборы? Утро едва брезжило, но становилось все светлее, а улица, кажется, все одна и та же, тянулась бесконечно. Одноэтажные домишки, кривые, с провалившимися крышами, черными трубами и так далее, но всего не сносни эти бесконечные деревянные заборишки и, наконец, заборы с гвоздями, длинными остриями, торчащими на страх ворам и разбойникам. Стали мелькать все чаще и чаще одни и те же надписи на воротах, свободен от постоя. Порошил снежок и, наконец, после какой-то площади пошли улицы пошире, дома повыше. Ах, вот и львы на воротах, вот церкви начались, в Москве ведь их сорок сороков. Мы въехали, наконец, на наш станционный двор и нам объявили, что мы можем брать свои сундуки и чемоданы и ехать кому куда надо. Часа через два мальпост будет готовиться в обратную дорогу. Мне поскорее захотелось взглянуть на чугунку, посмотреть, как это она ходит без лошадей. Мне вспомнился офицерский денщик Савка. Когда впервые поставлены были телеграфные столбы, в кухне у нас произошел очень горячий и страстный спор о том, как получаются телеграммы. Раскрасневшийся Савка со слезами обиды за недоверие к нему клялся и божился, что по проволоке и бежит машинка и разрывает даже птичку на лету, если та не успеет соскочить с проволоки. Но вот и вокзал. Ах, вот как! Далеко тянется широкий высочайший коридор, покрытый стеклами, а в середине огромное немощеное место. Там лежат ребрами железные полосы, а вдали свистит и стреляет густым белым паром вверх какой-то черный самовар и быстро приближается прямо на меня. Раздался его оглушительный свист, я испугался, но это вдруг захватило меня таким восторгом, что я сейчас же стал расспрашивать сторожей, когда пойдет в Питер поезд, по каким дням ходит. Да ходит два раза в день, отвечают с улыбкой служители. Вот как здесь, думаю, и мне страшно захотелось ехать в Питер сейчас же. А скоро ли сегодня пойдет, спрашиваю я. Да часа через два пойдет пассажирский поезд. А долго ли придется ехать до Питера? Полторы суток. Сегодня утром в десять часов сядете, а завтра к вечеру будете в Питере. А где берут билет и сколько он стоит? Я, как в чаду, уже ни на что не смотрел, думая лишь о том, как бы поскорее привезти сюда свой можно будет сесть в вагон на свое место и ехать. Неужели это не сон? Билет на проезд был длинная узкая хартия с пропечатанными названиями станций, на которых поезд останавливается. Вот опять приходят, отходят, свистят, гудят паровозы, дымят то черными, то белыми облаками. У меня две заботы сохранить свой чемоданчик и главное попасть вовремя в вагон своего поезда. Я расхаживаю по бесконечному длинному деревянному помосту взад и вперед, жду своего поезда. Сторож обещал мне сказать, когда надо садиться и в какой вагон. О, счастье! Я еду наконец, сидя на удобной скамье, как в комнате. Правда, все сидят тесно друг другу в сером вагоне, везде крепко сколоченным поперек крестами и завешанным мешками, узлами и плотничьими инструментами. С нами ехала артель плотников. Замелькали быстро церкви, дома и опять загородные поселки. Вот и деревни, дороги, куда-то люди идут, едут, и уж здесь все меняется быстро-быстро, едва успеешь взглянуть, а поезд летит и летит. В вагоне начинаются разные перемещения. Большей частью лавочка, где сидели двое, меняла свой вид. Один ложился на ней, подогнув коротко ноги, а другой втискивался под лавку, откуда торчали его лапти или сапоги. Атмосфера становилась все гуще, особенно от курева махорки, закусывали селедкой, бросали бумажки, плевали на пол, и скорого царилась грязь. Отворявшаяся дверь впускала облака морозного пара, и тогда ясно становилось, что атмосфера у нас хоть топор повесь. Как хорошо, что я по совету сторожа ходил пить чай в соседний трактир. Я пил его там много, с булками и молоком. Я был сыт. В сумерках меня стал разбирать сон. Я уже привык спать сидя. Зажгли тусклый фонарь, и он фантастично освещал мешки, обвесившие крестообразные перекладины, и где попало без всякого удобства и порядка развалившихся людей. Не понять теперь, чья это рука, чья нога, чья это лапоть, мешок, сундучок. Все перемешалось, навалилось, не перелезть, не добраться до двери. А вот идут как раз кондуктор, контролер и сторож проверять билеты. Кондуктор обрывал те станции в длинной хартии, которые мы уже проехали. Хорошая, простая система проверки придумана контролем, но полюбуйтесь на практике. Пока растолкают сонного человека, пока он найдет свою драгоценную хартию, пока оторвет кондуктор название порследованных нами станций, иной сосна, чумев, ничего не понимает, а когда наконец поймет, начинается возня. Он забыл, куда положил билет. Какие рожи, какая мимика. Против меня сидит приличный господин. Я пробую с ним заговорить, узнаю, что он петербуржец, и с особым любопытством хочу его расспросить, но почему-то боюсь даже заикнуться об Академии художеств. «А вы по какой части?» спрашивает он. Только теперь я вдруг почувствовал всю рискованность моего положения. Я даже как-то растерялся, мне захотелось спрятаться куда-нибудь. Визави мой невольно обратил на меня внимание. Ему, как человеку уже немолодому, практику в жизни, я показался вероятно подозрительным. Но сделав мне еще несколько вопросов, он успокоительно пошел мне на помощь. Человек добрый, хотя и с немецким едва заметным выговором и практичным взглядом на жизнь. Так что же, учиться, желаете учиться, это похвально, что же вы в университет желаете поступить? О боже, как он мне осветил вдруг жизнь. Я даже в чуже опьянел от его предположения, неужели я чем-нибудь похож на студента. Студентов я считал в своей душе теми героями полубогами, на которых даже взглянуть не смел. Я глубоко сожалел, что студенты в то время за бунты были лишены своей формы, голубых околышей и воротников. В своем небывалом восторге я блаженно молчал, а потом спросил его, а как вы думаете, к чему бы я мог быть пригоден в жизни? Да что же за таинственность, я не угадчик, кисло улыбнувшись, сказал он. Я вижу, вы человек не без головы, кое-что почитывали, и об литературе русской рассуждаете не без понимания, а угадывать я не берусь. Я вдруг почувствовал себя несчастным фантазером, и мне стало и стыдно, и больно. Наконец, как виновный на допросе, я решаю сказать ему всю правду. Знаете, понизив голос, путаюсь я, я ведь возмечтал поступить в Академию художеств. Ах, так что же вы так сокрушаетесь? Туда поступают легко, но там ведь обязателен талант, вот загвоздка. О Боже, ах, Господи! Вдруг встрепенул солнце слезами в глазах, и каким-то растроганным голосом стал выкрикивать. Да ведь мы к Питеру подъезжаем, смотрите, смотрите, скоро знаменская церковь будет видна, ах, что-то я застану. И слезы его уже неудержимо лились из глаз. Ждет ли она меня, моя голубушка? Он стал бегать от окна стал собирать свои вещи. Мне сделалось жутко, и я впервые подумал, где же я остановлюсь. Скажите, ради Бога, обращаюсь я к своему собеседнику, не укажете ли вы мне, где мне остановиться, где Академия художеств? Я уже забыв всю неуместность моего приставания, все же лезу к нему, хотя чувствую, что он очень расстроен и что едва ли он что-нибудь мне ответит. Ах, да, вам на Васильевский остров надо ехать далеко, через весь Петербург. А можно вас навестить после и расспросить, опять не унимаюсь я, можно записать ваше имя? Да, Виктор Константинович Фольц, и он продиктовал мне свой адрес, где-то на фонтанке. Поднялась страшная суета, люди выходили, пришли носильщики. Я едва успел с чувством пожать руку моему спутнику, и вдруг почувствовал себя в холодном море жизни большого города, кишащего в каком-то бурном водовороте. Мне сделалось так страшно, как никогда в жизни. Жуткое одиночество в далеком, совершенно незнакомом месте давило. Но вот я и в санях. Извозчик, добрый молодой парень, снег белыми хлопьями весело валил и таял. Глаза разбегались по широкой улице, везде тесно и людно, одни за другими, одни за другими ехали сани, кареты, а на панелях, перед домами, магазинами, целой стеной, как из церкви в годовой праздник, идут, идут. И все больше молодые люди, в шляпах-треуголках, в воротниках с золотыми петлицами, так же много военных и барынь, и барышень. Было часа четыре, четыре, Те туда, эти сюда идут, идут и едут, едут без конца. Ах, вот статуи, лошади Анечкова моста. Я узнал их сразу по гравюрам Северного Сияния. Этот журнал я выписывал в Чугуеве и очень дорожил им. Значит, я на Невском проспекте. Пошли еще знакомые здания, вот публичная библиотека, вот Казанский собор. Я опять думал, что я во сне. Узнал я Исаакиевский собор и Николаевский мост. Но вот, наконец, и Васильевский остров. Ох, Господи, да ведь направо с моста это и есть Академия художеств. Разумеется, вот и Сфинксы перед нею. У меня сердце забилось, неужели я не во сне? Ну, теперь куда? спрашивает извозчик. Да в какую-нибудь гостиницу, подешевле, не знаешь ли? Что ж, спрашивайте, в какую вам цену, номера всякие есть. Мы подъехали в гостиницу Олень, и я узнав, что есть номера в один рубль, высадился здесь. Были уже густые сумерки, в номере душная скука, я заказал себе самоварчик и понемногу блаженно распарился, выпив с калачами бесчетное количество стаканов чаю. После дороги, неудобств и передряг, я почувствовал здесь такое спокойствие и довольство, что меня стало клонить ко сну, и я быстро забылся сном праведника в чистой и удобной постели. Давненько я не мог протянуть так вольно ноги, тепло укрыться. Проснулся я рано, еще было темно. Кажется, я впервые проснулся к действительности и мне стало страшно. Страх мой особенно усилился, когда, сосчитав свои деньги, я нашел в своем бумажнике только 47 рублей. Можно прожить в этом номере 30 дней, а дальше? А что, спрашиваю я служителя, который мне показался добрым малым? Если бы я нанял эту комнату на месяц, сколько взяли бы с меня в месяц? Не знаю, сударь, у нас так долго не живут. Да вам же лучше, если вы надолго приехали, пойти и снять себе комнату помесячно. Там вы поторгуетесь и наймете рублей за 6, за 10, а это разве можно 30 рублей в месяц за номер? А это разве можно 30 рублей в месяц за номер? А как ее найти такую комнату? В какую сторону идти и у кого спросить? Спрашиваю я моего благодетеля. Да вот идите прямо по линии и смотрите. Писанные записочки к воротам прилеплены. Читайте и расспрашивайте дворников. Идите подальше к малому проспекту, там подешевле. Вышел я, но меня неудержимо потянуло к набережной, к сфинксам, к Академии художеств. Так вот она, это уже не сон, вот и Нева, и Николаевский мост. Мною овладело восторженное забытье, и я долго стоял у сфинксов и смотрел в двери Академии, не выйдет ли оттуда художник, мое божество, мой идеал. Долго так стоял я одиноко, вероятно, было еще рано, и я никакого художника близко не заметил. Вздохнув от всей глубины души, я пошел к Малому проспекту искать комнату. На Малом проспекте, по записке на воротах, взобрался в четвертый этаж или мансарду, и шустрая хозяйка показала мне маленькую комнату с полусводом. Она отдала бы ее за шесть рублей. Комнатка мне понравилась, и я стал торговаться, предлагая пять рублей, так как ведь это же довольно далеко от центра. Да ведь вы, вероятно, студент, так еще удобнее вам, лишь бы поближе к университету? Нет, смущаюсь я, чрезвычайно польщенный ее предположением, что я студент. Нет, запинаюсь я. Я намерен поступить в Академию художеств, сразу выпалил я. О, как хорошо, мой муж художник-архитектор, а мой племянник тоже поступает в Академию художеств. Я трепещу от радости, и мы сговариваемся за пять рублей пятьдесят копеек за комнату в месяц. Мне захотелось сейчас же перебраться в эту комнатку с окном мансарды и начать что-нибудь писать. Рубикон На следующий день с утра я отправился по всем мастерским иконописцев с предложением услуг. Везде с неохотой записали мой адрес с обещанием уведомить, когда понадобится. Я почувствовал, что это безнадежно, пошел по мастерским вывесок, и везде было тоже обещание уведомить. Меня очень серьезно заботило мое дальнейшее существование, пробовал отыскать Виктора Константиновича Фольца по его адресу, но такого не оказывалось. Усталый, я зашел в кухнистерскую пообедать. Обед мне показался необыкновенно вкусным, но он стоил тридцать копеек. Ненадолго хватит мне моих запасов, если бы я вздумал обедать так всякий день. У меня был еще из Чугуева чай и сахар, я зашел в мелочную лавку, купил два фунта черного хлеба. Добравшись домой усталый, к вечеру я заказал самовар и до полного блаженства распарился моим напитком, закусывая черным хлебом. Мой хлеб стоил три копейки, а чай шестьдесят копеек за фунт, сахар в прикуску тоже недорого обойдется. Ведь вот же можно питаться, подумал я. Я так обрадовался своему открытию, что даже окрылился перед опасностями. Страх мой перед возможностью голодной смерти отходил. Старушку, приносившую мне самовар, дальнюю родственницу хозяев квартиры, я попросил посидеть мне с чулком в свободные минуты. И с горячим увлечением начал писать красками с нее этюдик, тонко-тонко выписывая на картончике ее нежные морщинки. Хозяйка моя, увидев мою работу, очень ее одобрила. Я с робостью спросил, скоро ли я увижу ее мужа, художника-архитектора. «Да-да», говорит она, «Вот надо, чтобы Саша посмотрел вашу работу. Я, конечно, ничего не понимаю, хотя мне кажется, очень-очень хорошо. А вот интересно, что он скажет? Он ведь у меня художник?» Я воображал себе художника-архитектора очень важным господином с брелоками, расчесанными бакенбардами и пробором на затылке, в безукоризненном костюме и белейшем белье, громко, смело выкрикивающим приказания и звучно сморкающимся в чистейший платок, освежающий комнату духами. Я даже боялся встречи с ним и радовался про себя, что вот уже четвертый день, а его нет. Верно, занят сильно, архитекторы, народ деловой. Но вот вечером милая старушка, моя модель, которая не только покупала мне каждое утро на три копейки черного хлеба, но еще придумала поджаривать его на плите и подавала к чаю такие вкусные, горячие, душистые ломти, что я, казалось, никогда еще не едал такой вкусности. Объявляет скромно, она все делает скромно и весело, что Александр Дмитриевич Петров, хозяин квартиры, спрашивает, может ли он войти ко мне. Ах, как же, как же, засуетился я, просите, просите, я их жду уже несколько дней. На пороге появилась робкая фигурка в халатике с меховой оторочкой, рыжего, с бородкой, очень скромного, симпатичного человека. Он был в туфлях и только в нижнем белье, и все запахивался полами узкого халатика. Я очень-очень обрадовался ему, усадил его, предлагал чаю, закрывая чем-то ломти своего черного хлеба, совестно стало. Тихонько откашливаясь, несвободными, сдержанными звуками своего уютного голоска, он скромно, сдержанно и с большой добротой и участием стал расспрашивать меня о моих планах, желаниях и средствах, какими я обнадежен. И мне показались его вопросы так серьезны, так неустранимо важны, что я вдруг совершенно опешил и сказал ему, что я, кажется, сделал непозволительный промах, несбыточную фантазию принял за возможное, и теперь думаю, как бы это выбраться во свояси, в Чугуев, по добру да по здорову, пока еще есть возможность вернуться домой. Кхе-кхе-кхе, так вот только и было всего. Что вы, что вы? Нет, батенька, нет, ведь вы самое важное в жизни вашей сделали, вы Рубикон перешли. Я знал, что такое Рубикон Юлия Цезаря, и мне страшно понравилась эта убедительная и великая истина в устах этого скромного образованного человека. Я серьезно задумался, в глубине души я чувствовал, что ни за какие сокровища сейчас я не вернулся бы домой из Питера. Мой интерес к нему каждую минуту возрастает, да я же еще ничего не видал, ничего не слыхал. Доказав мне всю нелепость моего желания попятиться назад, Александр Дмитриевич стал понемногу расспрашивать меня, что я читал и что я знаю. Э, как, вы не читали Илиады и Одиссеи? Ну, с этого вы должны начать. Не трудитесь, да и не удалось бы вам достать эту книгу теперь. Я вам дам ее, читайте с большим вниманием, у моих детей есть. Чем больше я знакомился с этим скромным рыжим человечком, тем большим уважением проникался к нему. Бедность его в материальном отношении была ясна, но она уходила далеко от него, в фон. Он полон был глубокой серьезности, понимания самых важных явлений жизни. Это чувствовалось и ставило его высоко. Он казался не от мира сего. Ах, покажите, покажите, как вы написали нашу старушку. Наши тут вас очень одобряют. Я показал. А, а, да вы уже не дурной живописец. Но чего же вам бояться? Нет, ничего у вас пойдет. Конечно, надо потерпеть пока, ведь вас никто же не видал. А были вы в Эрмитаже? Нет, это трудно. Говорят, туда надо особый билет доставать для впуска. Туда особо как-то одеваться надо, во фрак. Но это все не так страшно. как и это было давно. А вы непременно побывайте. Я вас познакомлю с моими племянниками, они вас туда поведут. Саша ходит в рисовальную школу на бирже, он все это знает. Они с Лелей вас ведут и в канцелярию дворца, где выдадут билеты для входа в Эрмитаж. А туда кажется надо идти во фраке, опять пугаюсь я. Нет, это прежде было, теперь просто. Ну, конечно, оденьтесь поприличнее, для себя же. Кхм, да-да, как поступите в академию, вы манеру свою живоперемените. Теперь уж так не пишут, как написана ваша старушка. Теперь пишут широкими мазками, сочно. Мне это не понравилось, и я стал защищать тонкую живопись. Кхе-кхе, да-да, а вот через годик-другой вы иначе заговорите. Сами будете писать сочно, широко. И я рад был, что он признает все это мое дело решенным, а все еще не мог не оглянуться назад. Так вы думаете, что я должен поскорее обратно, во свояси, повторяю я, чтобы он утешал меня? Ну, что вы, уж я вам сказал, Рубикон перешли, возврата назад не а пока что вы поступили бы в рисовальную школу, там плата 3 рубля в год, это на бирже против дворцового моста. Мне стало весело, я как-то обнадежился и скоро записался в рисовальную школу. Но там только два вечера в неделю и утро воскресенья можно было заниматься. А в Академии художеств говорят, всякий день с утра и до 7 часов вечера идут занятия. как бы туда. Наконец я набрался дерзости и пошел по коридорам Академии расспрашивать, как туда поступают. Служитель у подворотни сказал мне, что надо об этом узнать у инспектора. Я взобрался наверх, прочитал на двери надпись «Инспектор К.М. Шрейнцер». Но меня одолел вдруг такой страх перед словом «Инспектор», что я спустился вниз. «Инспектор резервной кавалерии у нас был граф Никитин, ведь это какая особа!» Читаю внизу надпись на двери «Конференц-секретарь Ф.Ф. Львов». Я вдруг подумал «Ну, секретарь, кажется, что-нибудь по покладисте, эх, будь, что будет», позвонил. Меня Львов как-то невзначай принял. Быстро вопросительно оглядел меня. «Ах, в академию? Да где вы готовились? Ах, вот эти маленькие рисуночки! Ну, вам еще далеко до академии художеств. Идите в рисовальную школу. У вас ни тушевки, ни рисунка нет еще. Идите, идите. Приготовьтесь, тогда приходите». «Да, конечно», дерзаю я промолвить этому важному господину. «Да ведь там только три раза в неделю и то по вечерам занятия. Но ведь здесь в академии художеств вас забьют? Тут вы не знаете, какие силачи сидят. Будете вы пропадать на сотых номерах. Куда вам? Идите, идите». Я поступил в школу в декабре. Главное лицо в рисовальной школе был директор Дьяконов. Высокий старик с белыми курчавыми волосами, он похож был на Саваофа. Я не слыхал ни одного слова им произнесенного. Он только величественно, упорно ступая, проходил иногда из своей директорской комнаты куда-то через все классы, не останавливаясь. Лицо его было так серьезно, что все замирало в семи классах и глядело на него. Одет он был во все черное, очень чисто и богато. И вот я в рисовальной школе. Я рисую отформованный с натуры лист лопуха. У нас два учителя Церм и Жуковский. Несколько рисунков Церма висят на стенах как оригиналы для подражания. Они нарисованы с таким совершенством великолепной техники и чисто отделки, что на них всегда глазеют ученики не оторвать глаз. Дивная работа. Нигде не притерта. Так чисто рассыпаются красивые штрихи, такая сила в темных местах. Неужели это простыми руками на бумаге человек мог сделать? Какая чистота? Вот вероятно про такие рисунки писал Персанов Яша Лагвинову в Чугуев. Рисуют как печать. Да это лучше самой печати. Я таких эстампов не видал еще. Чудо! Великолепно! Но что делать? Понемногу я с полным самозабвением увлекаюсь опять своим лопухом и как попало затираю и штрихую своими грязными пятнами, добиваясь форм гипса. Между учениками только один маленький кругленький суханов хорошо тушует. Он уже в фигурном классе масок у Гоха. Теперь они рисуют торс Милона Кротонского. И как это Суханов как начнет карандашом коротенькими штрихами так и лепит так и лепит. Вокруг него всегда куча зевак очень занятно глядеть. Ко мне подходит учитель Рудольф Жуковский. А вы где учились спрашивает меня. Я в Чугуеве отвечаю я. Только рисую вот так на бумаге я в первый раз в жизни. Мы там все больше иконы писали образа рисовали только контуры с стампов. Через некоторое время он еще раз подошел ко мне вдвоем с Цермом. Да говорит Церм Сейчас видно что он писал уже масляными красками. Трудно ему будет овладеть красивым штрихом. Грязно и бестолково тушует. Так вот он Церм этот с жиденькими бакенами худенький учитель. И это вот он так дивно рисует. Но едва ли он еще и теперь так может нарисовать думаю я. Там нечто сверхъестественное лучше печати. Еще учитель был в классе масок и гипсовых фигур Гох. Но всего больше ученики говорили об учителе Крамском. Этот приходил только в воскресенье утром. В его классе нельзя было добиться места. Сидели один на другом локоть к локтю. Еще перед отъездом из Сиротина я слыхал про Крамского. Он из Острогожска. О нем у меня написана отдельная статья, которая следует за этой. Прибавлю я здесь только о своих успехах в рисовальной школе. Вскоре после моего поступления и недолгого рисования в классе орнаментов и масок наступил рождественский перерыв занятий. Сказано было, что все, что мы рисовали в классах, должно быть сдано в особую папку служителя для экзаменов и что после праздников ученики будут записаны в порядке их успехов по рисованию. Возвратившись к занятиям недели через три, ученики с огромным интересом потянулись к списку, вывешенному на стене, чтобы видеть оценку своих способностей. Добрался и я и пришел в отчаяние. Моей фамилии я совсем не нашел в списке. Сердце мое клокотало от обиды и огорчения. Я не мог понять, за что же я исключен. Грязно? Да, тушевать я не умею еще. Все шумели, искали себя, рассуждали, смеялись и дразнили друг друга. Никого из близких по месту рисования товарищей тут не было, все больше мальчишки, незнакомые. Наконец, нагревавшись чуть не до слез, я спрашиваю одного мальчика подробнее. А скажите, за что же исключают из списков? Или не экзаменуют? Я не знаю, отвечает он. Вероятно, плохие рисунки? А вы что, вас не поместили в этом листке? Исключили? Да ведь, кажется, записывают всех. А как ваша фамилия? Да фамилия моя Репин я поступил недавно. Что же вы, что вы? Ведь Репин записан первым, читайте. Я подумал, что он смеется и пошел опять к листу, который висел за стеклом в красной деревянной рамке. Вот затмение. Действительно, первая, очень четко написанная фамилия была Репин. «А может быть, есть другой Репин?» спрашиваю я. «Не знаю», отвечает он. «Да вы спросите у служителя вашей рисунки, уже выдают. И на рисунках поставлены номера самими учителями на экзамене». Действительно, я едва верил глазам. На моем лопухе был энергический рощерк Рудольф Жуковский и стояла черта первого номера, придавленного так энергично, что видно было, как французский карандаш сломался и сделал точку с отпрыском вверх. Меня обступили незнакомые мальчики, с любопытством рассматривая мои рисунки и даже меня самого. Вот приблизился еще новоприбывший. Я его давно приметил, потому что слышал, как он часто ораторствовал между учениками. Он постарше и увлеченный темой спора, он всегда непроизвольно двигал сзади себя своей сухой рукой, наподобие хвоста. Он властно взял мой лопух, отвел его от себя и, поворачивая голову вправо и влево, покровительственно оглядел меня. Да вам тут в этой школе и делать больше нечего. Я бы на вашем месте шел в академию на экзамен и поступил бы вольно слушателем. Там просто. Заявиться только инспектору, выдержать экзамен с гипсовой головы и все дело. Внесите 25 рублей годовую плату, вот и все. По крайней мере, каждый вечер можете рисовать с гипсовых фигур. А там и до натурного класса недалеко. А в натурном каждую треть с группы уже работают на медали. Да ведь главное, уже красками пишут снатурщиков и компонуют эскизы каждый месяц на заданные темы. Я горел как в огне от его программной перспективы и смотрел на него как на благодетеля. Да, наконец, одумавшись, говорю я, а где взять 25 рублей, этакие деньги? Эх вы, а вы узнаете кого-нибудь из генералов покровителей, членов общества поощрения художеств. Найдите к ним ходы. Они любят прославиться молодежью. Вот, мол, кому мы покровительствовали. А с вами, если он не глуп, дело верное. Вы хорошо пойдете в академии, я ведь вижу. Но вы, кажется, ошибаетесь во мне, возражаю я. Я еще никогда не рисовал с гипсовой головы. Ведь вы сказали, что там экзамен держат с гипсовой головы. А я тушевки совсем еще не знаю. Эх, дружище, я знаю, что говорю. Ведь вот ваша маска ариадны, разве это не голова? Вот и кисточки тоже. Ведь видно, что у вас чертовские способности к рисунку. Тушевка пустяки, вы отлично пойдете в академии, уж помяните мое слово. А из покровителей знаете, говорят, принишников, старик, заслуженный генерал, почтодиректор. Говорят, очень добрый барин. Вот бы вы к нему как-нибудь подбились. Он бы за вас заплатил бы. Но прежде вам надобно выдержать экзамен. Идите прежде всего к инспектору академии. Я как на крыльях летел к себе. Мне так хотелось рассказать поскорее моему другу архитектору, хозяину квартиры, о рисовальной школе. Можно мне видеть Александра Дмитриевича? Спрашиваю я милую старушку. Можно мне войти к нему в кабинет? А? Кто это? Слышу его голос за дверью. Пожалуйте, пожалуйте, вот мои хоромы. Видите, как скромно мы живем? Маленький кабинетик весь был заполнен большим деревянным столом с крышкой белого дерева. На нем стопками разложены были чертежи, бумаги и главное бумаги, все исписанные цифрами, цифрами. А? Кхе-кха? Вас удивляют мои произведения? Мое искусство? Смело могу сказать, вы в них ничего не поймете. Вот еще разрезы, это повеселее. А тут у меня все выкладки математические, расчеты сводов, сопротивления, давления. Все это так называемая высшая математика, логарифмы. Про них даже наши архитекторы говорят. Логарифмы те же рифмы, понимать не можем их мы. А я ведь вот все работаю для других черную работу, сметы. Ну а как Рубикон на вас действует, как наши дела в школе? Да я ведь к вам летел похвастать. Я получил первый номер и нахожусь в недоумении. Надеюсь вы как художник объясните мне истину? А ну ну покажите покажите. Да вот рисунки грязные затертые тушевать я еще не научился и меня совсем озадачил этот первый номер. Хе хе постойте постойте видите все это своеобразно и рельефно а главное я бы с нашей архитекторской точки зрения сказал бы материал есть. У вас удивительно чувствуется гипс но и нарисовано видно верно и с чувством а тушевка эти рассыпчатые чистые штрихи это уже из моды выходит нам литография уже приелась это еще в провинции удивляются чистоте а здесь что-нибудь живее надо нет хорошо хорошо радуйтесь и благодарите бога Настенька Настенька посмотри-ка наш будущий профессор первый номер в школе получил вошла шустрая Настасья Петровна рассучивая рукава она в кухне работала по хозяйству ага ведь это я все Саше говорю вот увидишь наш жилет со временем прохвесарем будет звонко весело смеялась она вот-вот видишь Саша а я сейчас как практичная женщина условия вам ставлю как сделаетесь прохвесарем так извольте мне принести фунт паюсной икры а что это Саша ты не свел еще Илью Ефимыча к нашим до сих пор в воскресенье же извольте идти к нам а вы с Сашей Шевцовым там в школе еще не познакомились нет да он ведь с линцой у нас не часто бывает там хе-хе да-да ведь этот молодец там у вас сухой рукой как рассказываете вам верный путь предлагает к Принишникову эта персона важная у него в доме в Троицком переулке прекрасное собрание картин там и Брюлов и Федотов и много других самых лучших наших художников только теперь я вдруг вспомнил что у нас в Чугуеве не так давно зимовала зиму одна странница из Питера маменька ее очень уважала хорошая была она благочестивая старушка она не раз рассказывала что она живет в Питере у важного генерала Принишникова кажется маменька с ней переписывалась изредка я написал маменьке письмо известно ли ей что-нибудь о Татьяне Федотовне я купил масляных красочек они были отделаны в таких чистых тюбиках с винтиками и стоили так дорого что я едва-едва начал расходовать их скупо только по крайней необходимости когда мои краски которых я себе натер в дорогу окончательно были выдавлены из пузырьков затыкавшихся гвоздиками я начал писать себя в зеркало и не раз пожалел что тогда в Чугуеве рассердившись на Овчинникова в запальчивости изорвал свой портрет оказалось что маменька не только писала Татьяне Федот не обо мне но даже уже получила от нее ответ и ответ этот приложила к своему письму ко мне в этом письме к маменьке милая старушка выражала страстную заботу обо мне и просила маменьку строго наказать мне чтобы я непременно побывал у нее найти ее нетрудно в Троицком переулке дом Янарала Принишникова известен всему Питеру а во дворе если он пройдет до кухни то там всякий из дворовых проводит его к ней складывалось как по писаному прошедшие почти не заметив свою длинную дорогу от малого проспекта Васильевского острова по Невскому проспекту до Троицкого переулка я скоро нашел мощеный чистый двор большого барского дома Вот я и в светлой блестающей чистотой белых стен кухне мозаичный пол до того гладок что с непривычки скользко ходить по такой кухне Начиная с дворника который с особенной лаской провел меня к подъезде к кухне все служащие обоего пола глядели на меня участливо и в высокой кухне по приглашению поваров я уже сидел на табурете пока Татьяна Федотовна из женской половины костелянши спешила ко мне Я никогда еще раньше не видал такого количества кастрюль красной меди расставленных высоко на полках в образцовом порядке по ранжиру огромные белые изразцовые плиты котлы Вот бежит и Татьяна Федотовна Ее лицо здесь показалось мне нежнее чем у нас во время ее странствия У Рембрандта есть в Эрмитаже точь-в-точь такая старушка идеальная чистота костюма культивируется только самыми богатыми домами Сейчас же прекрасным русским языком она обласкала меня с упреками что я до сих пор не побывал у нее Появился на деревянном столике без скатерти тот особенный кофеек и те вкуснейшие сливки которых вкуса не знают даже самые именитые и богатейшие господа Принесена мальчикам еще дымящаяся саечка печеная на соломке и вот мы сидим и мирно вспоминаем нашу Осиновку наш гороховый кофей так как в Чугуеве не пьют и не умеют даже заваривать этот иностранный напиток настоящий У нас даже кофейник был Татьяны Федотовны который она носила с собой в ранце а своего в заводе не было когда в конце беседы я стал не без страха расспрашивать ее о протекции у генерала Принишникова она не только не смутилась но даже как будто обрадовалась своей важной задаче доложить обо мне Яноралу и сказала чтобы я опять наведался к ней не откладывая далеко скоро я получил от нее письмо по городской почте она уведомляла меня о дне когда я должен был быть у нее в половине десятого утром как приказал Янорал Чтобы не опоздать я явился раньше девяти часов и мне показалось что я очень долго ждал пока лакей сверху не позвал меня следовать за ним Мы долго шли по длинным узким коридорам заставленным большими дорожными сундуками поднимались по маленьким лестницам с крутыми поворотами и наконец остановились в большой передней где сидели два черноусых курьера в форме почтальонов Принишников был министр почт Из этой комнаты меня перевели в соседнюю тоже большую комнату и здесь сказали ждать его превосходительства От того что я рано встал сделал небольшую проходку от ожиданий всех таинственных переходов в лабиринте коридоров мне сделалось до того беспокойно что меня начинало лихорадить и руки у меня были мокры от волнения Я не смел сесть и не без дрожи ждал генерала Пасмурное утро разыгралось солнце осветило и окна и пол Ах вот из дальней двери вышла как-то продвигаясь высокая фигура сыновитого старика в темно-голубом длинном халате с красными отворотами Он держал в руке сигару и ее голубой дым стал облачками переливаться в солнечных лучах идущих косо через всю комнату В этих облачках и с запахом ароматической сигары этот бритый старик показался мне каким-то высшим существом Он ласково смотрел на меня и протянул руку Мне показалось что это существо не говорит на нашем языке Рука его была так чиста и красива что я невольно приложился к ней как прикладываются к руке благочинного или архиерея как мы в детстве били ручку дяденькам и тетенькам нашим и всем гостям С этого момента я как будто потерял сознание Он что-то говорил о чем-то спрашивал Я ничего не помню Чувствовал только что это существо полно добра ко мне Но когда он опять прощаясь протянул мне руку я бросился целовать пола его атласного халата и у меня фонтаном брызнули слезы ф.ф. Львов, когда я пришел заявить, что выдержал академический экзамен и что генерал Принишников обещал заплатить за меня академическую плату. Да, плата внесена, да ведь я для вашей же пользы советовал вам хорошенько подготовиться в рисовальной школе. Увидите, забьют вас на сотых номерах. Но я был в величайшем восторге и в необыкновенном подъеме. Должен признаться, самую большую радость доставляла мне мысль, что я могу посещать и научные лекции настоящих профессоров и буду вправе учиться всем наукам. В академии, в инспекторской, я сейчас же списал расписание всех лекций по всем предметам и горел нетерпением поскорее услышать их. Лекции были не каждый день, об этом я уже жалел, и располагались по утрам от 8 до 9 с половиной часов, еще темно было при лампах, и после обеда от 3 до 4 с половиной часов. Особенно врезалась мне в память первая лекция. Я на нее попал случайно, читалась начертательная геометрия для архитекторов. Пришедшие почти ночью с малого проспекта при горящих фонарях и добравшись по едва освещенным коридорам до аудитории, где читалась математика, я был поражен тишиною и полутьмою. Огромная камера не могла быть хорошо освещена двумя висячими лампами. Одна освещала кафедру, профессора и большую черную доску, на которую он чертил геометрические чертежи, другая освещала скамьи. Я поскорее сел на первое свободное место. Слушателей было немного, и это еще более увеличивало тишину и темноту. У бритого профессора в мундире с пуговицами был приятный голос. Он твердую походкой сходил с кафедры, подходил к доске и так энергично чертил, что мел ломался и отскакивал кусочками даже на пол. Звонким голосом профессор повторял часто одно и то же. Катет равен гипотенузе, умноженный на синус противлежащего угла или на косинус прилежащего. Запишите себе эту формулу, я буду спрашивать на экзамене, и она имеет значение для дальнейшего чтения моего курса. Хорошо, подумал я, что я захватил тетрадь. И я записал несколько раз, повторенную профессором Томасом, потом я узнал его фамилию, формулу. И до сих пор мне слышится ясно его голос и определенное звонкое выкрикивание каждой фразы с ударением в конце. Тангенса, катангенса. Я страстно любил скульптуру и по окончании лекции пошел в скульптурный класс. Было уже совсем светло и в огромном классе окнами в сад было совершенно пусто. Никаких учеников. А можно мне лепить? Спрашиваю я у заспанного служителя. Так ведь вам надо все приготовить. Что вы будете лепить? Отвечал он с большой скукой. Да вот эту голову, указал я на кудрявую голову Антиноя. Разумеется, я ни минуты не верил, что вот так сразу я и лепить могу. Разумеется, прогонит еще, думаю. Но сторож кажется добрый человек. Я уже к нему самой заискивающей лаской обращаюсь и прошу, чтобы он устроил мне все. Ну, на чаечек будет с вашей милости? Уж я постараюсь. Надо глины принести. Я обрадовался, что у меня был двугривенный. Сейчас же ему. Он повеселел, оживился, спросил, а где вас устроить? Выбирайте место. Мигом подвинул он гипсовую голову Антиноя, поставил мне станок и пошел за глиной. В это время вошел высокий курчавый молодой человек в каком-то мундире. Я не знал, что это был академический. Подошел к своему станку и стал снимать мокрые тряпки со своей работы. Это был торс Лаакуона. Конечно, все это я узнал впоследствии. Торс ученик лепил в небольшом размере. Он достал пульверизатор, опрыскал свою глину, вытер стеки и стал маленькими кусочками налепливать очень методично возвышенница на мускулах своего торса. Я подошел к нему. Но служитель принес мне целый мешок глины. Я с радостью бросился к ней и испытал великое счастье. Работы лепки. Жаль, что приходилось все вновь и вновь перелепливать. Голова клонилась на сторону, и глина ползла. Я не мог еще установить правильно пропорции общего, бросался на детали. Тут я удивлялся глине. Как она может дивно, жизненно и сочно трепетать от прикосновения пальцев. Счастливый день. Я забыл весь мир, был мокр насквозь. И только служитель напомнил мне, что скоро три часа, он будет закрывать класс. И не пора ли мне на какую-нибудь лекцию? Стало темнеть. Я встал в семь часов утра, и после своего чая с черным хлебом был сыт на весь день. Поднявшись во второй этаж, я увидел на одной двери надпись. Значилось, что здесь читается, и следовательно сейчас начнется, лекция всеобщей истории. Я вошел с благоговением. Амфитеатром поднимающиеся скамьи были уже полны сидящими учениками человек около ста. Сидели минут двадцать, пока, наконец, придерживая гладкий парик, профессор с острым бритым лицом, особой походкой учителя, склоняя голову на правый бок, взошел на кафедру. Монотонным голосом он тягучий, как сквозь сон, стал продолжать книжным языком объяснения египетских папирусов, найденных в гробницах мумий. Я напрягал все усилия понять его, и вдруг почувствовал, что слабею, и меня неудержимо клонит в сон. Я таращу глаза, поднимаю брови, стараюсь бодро держаться на скамейке перед партой, но как будто кто сковывает меня литургией. Я тяжело клоню голову на сторону или опускаю нос на самые руки с тетрадью над партой. Хорошо, что профессор далеко от меня, и сам тоже как будто засыпает. Несмотря на весь интерес к тем древностям, какие он сейчас ставит перед нами, я не могу вникнуть. Незнакомый сосед, мой ученик, невольно улыбается, глядя на мое засыпание. Я встряхиваюсь, оправляюсь и стараюсь слушаться в чрезвычайно интересное ученое сообщение. Но, о ужас, ничто не спасает меня. Опять позабыв всякую совесть, я клюю по-прежнему. Очнулся. Уже шумели и выходили. Была половина пятого, в пять часов начнется рисовальный класс. Эх, хорошо бы теперь выпить чаю, думаю я. Но до квартиры далеко, раньше получаса не дойти. По коридору во тьме я добираюсь до гардеробной, где уже толкаются ретивые ученики, не желающие пропустить ни одной минуты в рисовальном классе от пяти до семи часов, пока продолжается класс. У двери, пока ее отворят, самые прилежные стоят уже прижавшись к ней, чтобы первыми войти к своим номерным местам. Дождались, занял и я после других какое-то место. Уже после сто пятидесятых номеров. Стояла голова Александра Севера. Ученики всех трех классов, разместившись на круглых амфитеатрах, поднимающихся скамеек, сидели полных два часа так тихо, что отчетливо был слышен только скрип карандашей. Но точно кузнечики трещат. Да шумели, разве когда кто-нибудь вместо тряпки стряхивал с рисунка уголь своим же кашне с собственной шеей. Ну вот и класс кончен. За пять минут до семи звонят, все бросаются к сторожу, стоящему у входной двери с большим полотенцем у огромной чашки воды. Моют черные от карандашей руки и быстро вытирают грубым полотенцем. Скоро оно стало уже темно-сером и мокрым. Еще бы! Вместо мыла берут кусочек серой глинки, которая тут же положена на черепке предусмотрительным сторожем. Полон счастья и тепла, вдыхая свежесть улицы, я выхожу на воздух. Вот дивный день. От семи часов утра и до семи вечера я был так полный и так разнообразно занят любимыми предметами. И ведь сыт совершенно. Но, конечно, у себя теперь я буду упиваться чаем и прикусывать поджаристыми черными ломтями, которые, надеюсь, милая старушка согреет мне в какой-нибудь печке. А если нет, то ведь их можно положить на самоварчик, и они мигом нагреются и будут аппетитно хрустеть на зубах. У меня есть еще и лиада в запасе. Что-то там. Все это время я был в таких хлопотах, что еще не удосужился вчитаться в эту старину. У себя я долго наливался бесконечным количеством горячего чаю. Дошел до полного блаженства, и мне захотелось написать благодарственное письмо генералу Принишникову. Ведь это он дал мне возможность посещать Академию художеств. Но я развернул Илиаду. Чтобы как-нибудь не капнуть чаем на чужую книгу, я перебрался подальше от самовара. Так вот книга, которую сказано непременно надо знать всякому образованному человеку. Но что это? Я ничего не понимаю. Что это? О чем это? Читаю, 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 и все думаю совсем о другом. Сплывают разные моменты дня, разные лица, глина. «Ах, мой антиной!» Вот досада и жалость. Сначала, как хорошо вышли у меня его глаза и губы, потом кудри, и вдруг замечаю, что все это поползло к низу. Глина была мягкая еще и не могла держаться на шее. Добрый служитель принес мне палку и посоветовал вставить в голову вместо каркаса. Пришлось сломать всю работу. Но что же я? А книга? О чем я читаю? Нет, ничего не понимаю. Но как меня клонит ко сну? Глаза слепаются, и голова клонится так же, как на лекции, на книгу, на руки. Попробовал еще и еще? Никакой возможности. Ничего не понимаю. Засыпаю и засыпаю литургически. Надо лечь. Проснулся я в пять часов утра. Полная тишина. Весь дом спал еще. Ах да! Надо написать генералу. Благодарностью ему я полон через все края. И я писал, как мог, горячо, чуть не со слезами умиления, благодарил его за счастье, которое он мне доставил. Особенно лекции профессора мне казались всегда недосягаемым для меня. По своей возвышенности миром знания, науки. Я просто писал ему, что с раннего утра до позднего вечера я занят и благословляю его. На конверте я написал действительному статскому советнику. Кажется, так говорил мне Александр Дмитриевич его титул. Я по своему провинциализму ошибся, и это принесло мне пять рублей. Письмо мое по городской почте скоро дошло до маститого сановника. Я уже на третий день утром был разбужен курьером от министра почт. Испуганный я вышел в переднюю, где великолепный усач, вроде черногорского каваса, подал мне пакет с надписью «От действительного тайного советника. Ах я телятина!» В конверте без всякого письма была вложена пятерублевая бумажка. Добрый усач смотрел ласково, без презрения ко мне и попросил меня расписаться в книжке, где лежало письмо. Кто-то говорил, что по прислуге можно всегда безошибочно судить о господах. Так у Принишникова, начиная с Татьяны Федотовны, которая была со светлым ликом святой, и все служащие в огромном барском доме чем-то напоминали самого вельможу Принишникова. Я не могу забыть его ласковых глаз. В голубом аромате драгоценной сигары, освещенной солнцем по краям голубого с красным шлафрока, он светился любовью и добротой. Когда я, удосужившись, навестил свою благодетельницу, она даже попеняла мне, что долго не шел. Она уже беспокоилась. Генерал после меня призывал ее и сказал, «Татьянушка, мне твой малороссиянец очень понравился. Скажи ему, чтобы он принес мне показать свои академические рисунки. Я хочу видеть его успехи». Академические лекции Это был медовый год моего счастья. За долгие годы мечтаний, стремлений, отчаяния я, наконец, попал в желанную среду и мог учиться обожаемым предметам. Сразу и крепко приковал меня курс научный. По уставу 1859 года научный курс Академии художеств продолжался 6 лет. Делился он на 3 курса, по 2 года в каждом курсе. На лекциях, которые я посещал без пропусков на всех трех курсах, я познакомился с кружком подходящих товарищей. Это все еще были безусые юнцы с тетрадками в портфельках, у них еще были свежи в памяти гимназии, где они не окончили курса из-за Академии художеств, для которой требовалось только 4 класса. К сожалению, почти все они готовились в архитекторы. Курс по математике и дальнейшее прохождение архитектуры требовали непременно установленных экзаменов и обязательных репетиций по специальным предметам. У живописцев всегда была какая-то водобоязнь обязательного образования и изучения научных предметов. И потому в нашем кружке, состоявшем из 11 человек, живописцев было всего 3 человека. Они все стремились в вольнослушатели, где ничего, кроме искусства, не требовалось. Шестов, Лангваген, Иванов, Курзанов, Соколов, Англигиянец, Дзекцевич и другие готовились в архитекторы. Трегубов, Макаров и еще некоторые были живописцы. Сближению нашему способствовал профессор истории Сидонский. Он смотрел на дело образования серьезно и в продолжении трех лет не мог окончить лекции об одном Египте. Между архитекторами это вызывало большой ропот, и на репетициях ученики всегда спорили с профессором, доказывая полную невозможность приготовиться к его экзаменам. Они брали для изучения самые полные исторические труды и не находили там читанного им на лекциях. «Записывайте мои лекции!» звонко и желчно выкрикивал Сидонский. «Не мое дело приспосабляться к вашим практическим требованиям. Или Академия художеств есть высшее учебное заведение, как я понимаю, откуда художники должны выходить образованными людьми. Или это есть среднее учебное заведение. И тогда кончившие здесь живописцы образованием своим не выше обыкновенного маляра, пишущего вывески, не должны пользоваться привилегиями высшего учебного заведения, приравниваемого к университету. Дружно с тетрадками сидели мы на первой скамейке поближе к профессору и писали, писали, как могли скорее. Собирались мы сейчас же после лекций у кого-нибудь из товарищей. Там прочитывались записки наши за профессором и тот, кто умел бойко и грамотно записывать, восстанавливал по нашим запискам всю лекцию под прочитанное. Ее переписывали или каждый себе или в двух-трех экземплярах. Тогда по этим нашим запискам мы и готовились к репетициям сообща. Кто-нибудь читал вслух, а конспектом дома у каждого были его личные записки. Большую частью мы собирались у шестого. Мы любили его за бесцеремонную ласковость. Да что это, черти! Приносите к чаю свои булки, я не могу вас угощать всякий раз. Моей отцовской стипендии из Воронежа двадцать рублей в месяц едва-едва хватает на одного меня. Были люди даровитые, бегло и бойко учились. Таким был Яша Лангваген. Красивая головка со светлыми кудрями, большие голубые глаза и звонкий, почти детский голосок так симпатично звучал на наших приготовлениях и легко запоминалось читанное им вслух. Почти все мы тогда заматывались башлыками и заворачивались пледами поверх пальто. И я, как сейчас, вижу живописные локоны Лангвагена, выбивавшиеся из-под его башлыка. У всякого из нас были излюбленные профессора. Сидонского кажется, только я один ставил высоко и уважал вовсю. Другие его ненавидели и изображали в карикатурах, как он сам засыпает на своих лекциях. Это не было выдумкой. Самое большое впечатление производили лекции Гримма. Он читал ордера. Утром на улицах горел тогда еще фотоген. Американский свет, 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 как над ним смеялись газеты. Он светил так тускло, что нельзя было разобрать даже вывески над лавкой. В академических коридорах было еще темнее. Только в начале да в конце коридора светилась точка у стены. А посредине огромного узкого пространства приходилось шагать, высоко поднимая ногу, чтобы не споткнуться о какой-нибудь полено, оброненное стопняком. Коридор был наполнен газами, едко лезущими в нос и в глаза. Почти ощупью добираешься до аудитории архитектура. Тут еще и тишина прибавляла таинственности. А самым таинственным явлением был профессор грим. Молодое еще, красивое, с острым носом лицо его было обрамлено гладкими седыми волосами. Рассказывали, что он посидел в одну ночь, когда ему пришлось бежать из-за границы, где рухнул мост, который он строил. Вот высокая стройная фигура гримма с острым длинным мелом в пальцах правой руки. Он ходит таинственно и тихо все по одному направлению, от кафедры к доске и обратно. Останавливается перед доской, долго, чисто и отчетливо чертит какой-нибудь гзымс из классических ордеров, римский или греческий, вычерчивает особо параллелограммами схему размеров карниза, фриза и архитрава, делит их равными полудюймовыми линиями и методически повторяет монотонно. Карниз относится к фризу плюс архитрав, как минор к майор, то есть как меньшая к большей части. Потом перебирает детально части кзынза в отношении золотого сечения 5 к 3, 8 к 13, 3 к 5. Черчение ордеров наизусть было обязательно и для живописцев. Все мы обожали Лаврова, профессора физики и химии. Посмеивались над Горностаевым, который пересыпал свои лекции истории изящных искусств смехотворными анекдотами и мимическими движениями, которые он проделывал, взбираясь на пирамиду Хеопса в Египте. Очень боялись Томаса, профессора математики, и Малышева, профессора Малышев ходил на деревяшки и свирепо выкрикивал у черной доски, бросая убийственно грозные взгляды в нашу сторону. Силы обратно пропорциональны плечам рычага, но это я вам не только говорю, а это я вам докажу. Тут на последней фразе голос его поднимался до командирского крика перед эскадроном, а косой глаз, обращенный в нашу сторону, совсем выкатывался из орбиты, при этом он немного пришепетывал. Самые полные по численности слушателей были лекции Эдуарда Эвальда о русской словесности. Он был очень симпатичен и прекрасно читал. Любимыми авторами его были Гоголь, он много читал из мертвых душ, и Аксаков, добрый день Степан Михайлович Багрова не раз повторялся им. И он сознавался сам не раз, ведь вот, по дороге к Академии я намеревался читать вам из Илеады, Гомера, а здесь, случайно развернув книгу Гоголя, не мог оторваться от него. На третьем курсе бывали ученики, уже закончившие художественное образование, и только обязательство научного ценза заставляло их продолжать учиться и сдавать репетиции. Им было уж по тридцать и за тридцать лет. Хорошо запомнилась мне фигура Макса Мессмахера. Он брил лицо, а густая шевелюра была, как у Рубинштейна. У третьекурсников лица были так серьезны, что я боялся с ними знакомиться. Притом же я бывал у них зайцем. Только когда у нас не было почему-нибудь нашего профессора, а это к сожалению случалось частенько и даже с милым Эвальдом, бывало сидим-сидим, ждем-ждем, некоторые начинают петь, а пели у нас недурно. Этим особенно отличался Волков, брат нашего передвижника Волкова, Александр. У него был недурной сладкий тенор, и он пел с большим чувством «Скажите ей и другие романсы». В пятом часу темнело, лампы еще не зажигали, если дело подвигалось к весне, и голос Волкова в сумерках был очарователен. Я был вольно слушателем. Вывешено было объявление от инспектора, что вольно слушатели, желающие перейти в ученики, в конце августа и начале сентября могут держать вместе с учениками экзамены прямо на второй курс. Эта перспектива меня так обрадовала быть равноправным учеником, ничего не платить. Я отложил все и готовился-готовился. Все шло хорошо. Я учился с удовольствием и знал требуемое по программе на зубок. Из геометрии на первом курсе требовалась только лонгиметрия. Я бывал и на лекциях все того же Томаса. Все теоремы знал превосходно, по запискам, слово в слово. Но я был невежественно смел и самоуверен, как истый провинциал. Например, в геометрии доказательства мне казались совершенно ненужными, и я их выбрасывал. Что же тут доказывать? Дело так ясно, что прямо смешно притворяться и требовать доказательств. В день экзамена у Томаса собралось много учеников. Кто переэкзаменовывался, кто, как и я, держал за первый курс лонгиметрию во второй курс. Томас подошел и ко мне. На горизонтальную линию опустить перпендикуляр. Отзвонил он мне и отошел к другим. Какая прелесть, какая легкая задача, думаю я. Вычертил чисто, жду профессора. Через некоторое время, после осмотра других учеников с их задачами, Томас подходит ко мне. Доказательство, говорит он повелительно, и смотрит на меня своим серым, непроницаемым взором, как будто думает о другом. Да ведь это так ясно, бойко отвечаю я, и кротко с достоинством смотрю ему в глаза. Его отозвал кто-то из экзаменующихся. Я опять жду. Вот опять Томас подходит. Ну что же вы стоите, напишите доказательства, и он опять отошел к другим. Я опять жду. Вот досадно думаю, отрывают. Томас подходит в третий раз. Доказательства, доказательства, выкрикивает он мне, как глухому. Ну говорите доказательства. Да ведь это так ясно, что здесь и доказывать нечего. Уже покорно, но стойко мямлю я. Его серые глаза увеличились втрое, он обдал меня презрительным, уничтожающим взглядом. Вы понятия не имеете о геометрии, как-то даже прошипел он, подошел к моему экзаменационному листу и твердо прочертил единицу. Только тут я понял, что дело мое пропало. Однако же я экзаменовался у других профессоров, по всеобщей истории, по истории изящных искусств, закону Божию, русской словесности, психологии, и у всех получил по 4 и даже по 5 баллов. Вот было огорчение. Главное опять надо платить 25 рублей. По рисованию у меня шло прекрасно. Предсказание Львова не сбылось. На первом же экзамене стояла голова Юпитера и я получил номер четвертый. Следующий месяц Александра Севера третий. А Залюция Вера меня перевели в фигурный класс. Стояла фигура Германика. Это было уже совсем невероятным. Впервые вся фигура. Я страшно боялся, рабел. Все скромно вырисовывал, фона совсем не тушевал. Тушевка деталей была у меня весьма бледной. Рисунок казался одним контуром. Я думал уже оправдывается угроза Львова. Забьют на сотах. Но каково же было мое торжество. Товарищи еще издали поздравили меня. Я получил за Германика номер первый. И в эскизах, тогда темы задавали, я тоже шел хорошо. И заплачущего Иеремию на развалинах Иерусалима я также имел номер первый. Я все собирался пойти к помощнику инспектора Полякову просить отсрочки взноса платы 25 рублей вольнослушателя. Да ведь вы же записаны учеником первого курса, объявил он мне. Кто из вольнослушателей не выдержал прямо во второй курс, того мы записали на первый курс. От этого счастья я бежал до квартиры как сумасшедший и напугал хозяев. Мне пришлось зато уже методически слушать курс Томаса. И я только тогда понял, что значит доказать подобие треугольников, теорему Пифагора и тому подобное. А Уэвальда я всегда получал по пятерке. Он был впрочем очень добр и всем ставил удовлетворительные баллы. Самое страдательное лицо был священник Илья Денисов. Он читал историю церкви и закон Божий и на его лекциях царила пустота. Да вы хоть по очереди ходите, резонно обижался он. Что же я буду читать лекции пустым партом? На своих лекциях, которые он читал без всякого красноречия пустота. Он почти к каждому слову прибавлял слово «как бы». Эскизы В журналистике и вообще в интеллигентных кругах утверждали, что старая наша академия художеств не признает ничего, кроме псевдоклассики и не способна понять ничего нового. Мы, ученики по новому уставу, были полны отрицанием стариков и особенно не переносили задаваемых тем. О вредном их влиянии на развитие нашего искусства было написано тогда очень много полемических статей в разных журналах и газетах. Однажды даже сам Маститый Бруний выступил в защиту академической системы, так как он не мог переносить нападок журналистов, весьма мало понимающих искусство. Оставьте нас делать свое дело и займитесь всяким своим. Но справедливость требует сказать, что все маломальски художественное, если оно носило отпечаток новизны и оригинальности, стариками беспристрастно поощрялось и награждалось. Каждый месяц на экзамене академических эскизов на заданные темы выставлялось около сотни эскизов. Причем разумеется выдающиеся по мнению совета эскизы награждались и лучшими номерами и даже медалями на третных экзаменах. Эти эскизы по решению совета отбирались особо и предлагались к более серьезной обработке их авторами. Такие отобранные советом композиции уносились в инспекторскую и там авторы через инспекцию получали их замечаниями совета. Но после выхода тринадцати конкурентов отрицание системы задавания тем приняло уже такие размеры и так глубоко проникло в ученические массы, что стали даже появляться карикатуры на самые задания, на покорных учеников и на самих профессоров. Такие произведения часто неприличной марки также уносились в инспекторскую и авторы выслушивали уже резкие замечания и предостережения от начальства далеко не поощрительные. Однажды была задана тема «Ангел смерти истребляет первенцев египетских». Под влиянием отрицания я задумал передать этот сюжет сугубо реальностью. Была, разумеется, изучена обстановка роскошных спален царевичей Египта. Кровати их ставились на платформах из нескольких ступеней. И вот я вообразил, как ночью ангел смерти прилетел к юноше первенцу, спящему, как всегда, на гимн, схватил его за горло, уперся коленом в живот жертвы и душит его совершенно реально своими руками. Мои эскизы не раз уже замечались товарищами, и этот при появлении вызвал большой интерес, но многие повторяли, однако за это достанется, эскиз наверное снимут и унесут в инспекторскую. Так и случилось. Целая серия эскизов, штук семь, была снята и мой в числе их. Надо было идти к инспектору, выслушать объяснения и назидания. Самое большое наказание для меня было бы, если бы меня перевели вольнослушатели. Я побаивался даже идти к инспектору и откладывал. Наконец прихожу. Помощник инспектора Александр Петрович Поляков встретил меня ласково. Забыл, думаю. Выкладываю приготовленную фразу вопроса о моем эскизе, снятом с экзамена. А разве вы не знали? Совет заинтересовался вашим эскизом, и вам разрешается обработать его на медаль. Вот он. Ну, конечно, вы перекомпонуете слишком реально трактованную сцену. Ведь это дух ангел смерти. Зачем же ему так физически напрягать свои мускулы, чтобы задушить? Достаточно простертых рук? Но вы сами обдумайте, вы совершенно свободно трактовать как хотите, как вам представляется. Я только передаю вам мнение совета. Совет очень одобрил тон эскиза и общее. Общее тогда ценилось. И я выполнил этот эскиз и получил малую серебряную медаль. Оба эти эскиза сохранились у меня. В это время я уже показывал Крамскому свои академические работы. Вся артель удивлялась либерализму академии и ее терпимости. Впрочем, господа, сказал при этом кто-то из артельщиков, совет кое-что смыслит, правда тон эскиза хорош, да при том же, прибавил кто-то, будем справедливы. Оригинальность академия всегда отличала, вспомните Пескова, даже Чистякова, прибавил кто-то. Зато уж не вспоминайте Иванова, произнес Крамской с глубокой иронией. А Маркову, расхохотался Журавлев, ведь дальше профессора в долг, никогда не отдаст. Поздно теперь Колизею Фортунычу. Вообще с этих пор мне повезло. После экзамена, когда залы были наполнены учениками всей академии, массы галдели перед работами и перебегали от одной к другой. Я частенько видел целую толпу перед своими эскизами и рисунками. Этюдов с натурщика масляными красками я написал очень мало, всего шесть этюдов. Весь день заниматься в академии я уже не мог. Для существования надо было исполнять кое-какие заказишки, бегать на уроки. Но этюды мои, за исключением первого, бывали всегда удостаиваемы близких номеров. И я скоро был удостоен малой и большой серебряными медалями, что давало право выступать на конкурс. Один мой этюд сейчас находится у графа И.И. Толстого. По смерти заслуженного натурщика Тараса наследники распродали его художественные сокровища, собиравшиеся им всю жизнь. Мой этюд изображает самого Тараса спиной. И увидев его еще недавно, я удивился, отчего мой этюд не удостоился быть оставленным в оригиналы. Тарасу я уступил его за чистый холст для следующего этюда. Старая Академия В середине 60-х годов Академия, по сравнению с теперешней, была более свободной, более грязной, закоптелой, душной и тесной от разнородной толпы учащихся. В рисовальных классах номерованных мест не хватало, ученики сидели даже на поленьях, кое-как положенных у самого пьедестала натурщика. По винтовой каменной лестнице, темной и грязной, в левом углу с четвертой линии Васильевского острова поднимались в низкую со сводами антресоль, служившую нам шинельной, едва освещенную фотогеном с нишами и темными закоулками. Живописность камеры дополнялась разнообразием одежд и лиц, сновавших в разных направлениях. Кого только тут не было. Были и певучие хохлы, кереях с ведлогами, суконных плащах с капюшоном, мелькали бараньи шапки, звучал акцент юга, попадались и щегольские пальто богатых юношей и нищенские отрепья бледных меланхоликов, молчальников, державшихся таинственно в темных нишах. Посредине у лампы слышен громкий литературный спор. Студенческая речь льется свободно. Это студенты университета, рисующие по вечерам в Академии художеств. По углам робкие новички-провинциалы с несмелым шепотом и виноватым видом. А вот врываются две изящные аристократические фигурки, слышатся французские фразы и разносится тонкий аромат духов. Необыкновенно приятно была эта свежесть озона с пертом воздухе гардеробной. В длинных академических коридорах нестерпимо ел глаза острый запах миазмов от удобств старого закала. Коридоры еще не были разгорожены, как теперь. Во всех коридорах дуло со двора, кругом веяло холодом и вонью, но прилежание учащихся было образцовое. У двери рисовального класса еще за час до открытия стояла толпа безместных, приросшей плечом к самой двери, а следующие к плечам товарищей с палениями подмышками, терпеливо дожидаясь открытия. Пять часов без пяти дверь отворялась и толпа ураганом врывалась в класс, с шумным грохотом неслась она в атаку через препятствия, через все скамьи амфитеатра вниз, круглому пьедесталу под натурщика и закрепляла за собой места поленьями. Усевшись на такой жесткой низкой мебели, счастливцы дожидались появления натурщика на пьедестале. Натурщиц тогда и в заводе не было. Эти низкие места назывались плафони и пользовались у рисовальщиков особой симпатией. Рисунки отсюда выходили сильными, пластичными, с ясностью деталей. Поленов очень любил плафон и всегда отдавал неимевшему места свой номер в бельетаже для номеров первого десятка, который он получал. На скамьях амфитеатра полукругом перед натурщиком сидело более полутораста человек в одном натурном классе. Тишина была такая, что скрип 150 карандашей казался концертом кузнечиков, сверчков или оркестром малайских музыкантов. Становилось все душнее. Свет от массы ламп сверху, освещая голубоватой дымкой сидевшей в оцепенении фигуры с быстро двигавшимися карандашами, становился все туманнее. Разнообразие стушевывалось общим тоном. Рядом, плечом к плечу с лохматой головой юнца в косоворотке, сидел седенький генерал в погонах, дальше бородач во фраке, красавец-художник со спаньолкой, потом студент университета, высокий морской офицер с окладистой бородой, повыше целая партия светловолосых вятичей, полная дама, тогда еще большая редкость в академии художеств, большеглазые грузины, армяне, казачий офицер, чопорные немцы с иголочки, стоячих воротничках, с прическами а-ля каполь. А вот и знаменитости натурного класса. Все знают их имена Максимов, Бобров, Дамберг. Максимов эффектно выделяется копною светлых вьющихся волос, как у ацтека. Дамберг бесцветная личность, Бобров губастый брюнет с чувственными глазами. Во время перерыва за их спиной стоит толпа жадных зрителей. Максимов уже выставлял картину на выставке, Дамберг рисовал одни контуры и получал первые номера, а Бобров эффектно освещал белым карандашом на тонной бумаге и французским карандашом с растушкой сильно тушевал фон и тени. Конопадка была уже брошена, рисунков домой не отпускали, вместо конопадки работала тряпка. По энергичной подготовке общих форм полутоны сильно втирали тряпкой, тени усиливались французским карандашом, облики вытирали резинкой. Прием был твердо выработан. Но виртуозность и манерность вообще считались наклонностью к разврату в искусстве и порицались строго. Профессора даже Микеланджело считали барочным. Самые маститые ученики академии состояли в ней по старому уставу. Это значило, что они, платя 9 рублей в год, могли оставаться в ней до глубокой старости, не неся никакой научной повинности. Некоторые проработали уже по 12 лет и дошли только до гипса фигурного класса. Все это был большей частью народ бородатый, длинноволосый, с проседью и смелой русской речью. К искусству они относились по-родственному и выдающихся талантов считали феноменами вне конкурса. Ну-ка, что же, ведь это, батенька, мой талант. Как же, из Харьковской слыхали хлебная сторона, чего уж? У нас, брат в Рязанской, вечный недород, далеко не уедешь. Нас, поступивших по новому уставу 1859 года, обязанных посещать лекции по наукам и потому приходивших с тетрадками для записывания лекций, называли гимназистами и весело презирали. Счеты за номера по рисованию были только со своими, а эти кантонисты все равно, мол, рисовать не научатся, за двумя зайцами бегают, науки изучают, химики смехи. Мне особенно нравился Ефимов. Огромного роста, бородатый, с веселыми чувственными глазами, он, не стесняясь, грубо острил в кучке своих у дверей вечернего класса. Товарищи покатывались с осмеху. Между вольнослушателями было два круглых дурачка. Котовиков, например, даже говорить не умел и все свободное время играл в шашки с дворником под воротами. Друг его Иван Яковлевич, фамилии мы не знали, говорил только два слова «надо плевыкать». Маленького роста, косолапый, угрюмый, с выпуклым лбом, оба они очень привязались к Валевскому и писали даже лошадей в этюдном классе грубо. Профессоров ученики боялись как начальство и не знали как художников. Профессора совсем не интересовались учениками и избегали всякого общения с ними. Добрее всех был немец Нев. Как взлелеенный талант он был обольщен уверенностью, что все его боготворят. В вечернем классе он появлялся особо торжественно и очень редко. Высоко неся голову со звездой на груди, выхоленной, он величественно проходил по верхней площадке над амфитеатром рисующих. Розовые щеки старичка горели от восхищения собою, опущенные глаза ничего не видели, он кивал по-царски направо и налево, воображая, что по сторонам шпалерами стоят ученики в немом удивлении от знаменитого нефа. А те в это время грязные, потные, смахивали уголь с рисунков шейными шарфами, увлекаясь работой и совсем его не замечали. Изучение искусства в академии шло какой-то традиционной инерцией вековечной методы, взятой с запада. Середина учащихся хорошо постигала на экзаменах требования совета и благополучно получала установленные медали и звания.